ну давайте поехали значит мы николай антонов ольга крупник многих многие нас тут знают не знает значит мораль познакомиться спасибо что пришли наша сегодняшняя лекция про кохлеарную имплантацию что такое кохлеарная имплантация значит это на сегодняшний момент это самый мощный метод слухопротезирования мы не специалисты по кохлеарной имплантации в том смысле что мы не занимаемся непрофессионально но жизнь так сложилась что оба наших ребенка глухие и оба имеют кохлеарные импланты поэтому в тему мы погружены соответственно глубоко и надолго ну давайте значит как это как принято на защите диссертации да в чем заключается актуальность этой темы актуальность этой темы ну дай бог чтобы она нам всем оказалось неактуально но давайте смотреть правду в глаза в то же время мы становимся старше с возрастом некоторые части нашего тела почему-то становится хуже и кто его знает может кому-то и пригодится и тогда лучше обыкнуть заранее ну вот на этой мажорной ноте я передаю слово коле значит коле расскажет про матчасть про устройство уха про глухоту про как работает кохлеарные импланты а потом в конце я снова возьму слово и немножко остановлюсь на аспектах реабилитации и каких-то социологических моментов связанных с кохлеарной имплантацией ну прежде чем рассказывать про как реабилитации имеет смысл рассказать собственно о звуке потому что для понимания что делать кохлеарный имплант нужно понять как работает человеческое ухо и собственно с чем мы имеем дело звук вы знаете в принципе акустическая волна однако в физиологии звуком называется не сама волна а собственно ее получение организмом и восприятие этих акустических волок причем вопрос достаточно интересный с философской точки зрения и есть в том числе мнение о том что звук который не услышан животным или человеком звуком не является физиологическом смысле этого слова хотя является акустическими волнами вот млекопитающие в том числе человек имеют принципиально другое не принципиально другая существенно измененное ухо и измененные по отношению к другим животным возможности по восприятию этого звука соответственно диапазон который мы слышим находится примерно между 20 герцами 20 килогерцами это все мы знаем в принципе со школы вот но интересно то что этот диапазон совершенно по разному воспринимаются нами а именно на границах диапазона особенно на границе низкой частоты соответственно динамический диапазон нас очень слабо это означает что в этом частотном диапазоне мы слышим только реально очень громкие звуки вот здесь справа видите картинку которая показывает собственно для динамический диапазон человека есть частоты примерно от 100 герц до 4 до 8 килогерц которые нашим ухом воспринимаются гораздо лучше чем все остальные частоты здесь вот расстояние между красной зеленой линией в этих частотах наибольшие то есть на этих частотах мы можем различать амплитуду звука или мощность на самом деле акустической волны гораздо большей точностью чем в остальных диапазонах вот при этом человеческая речь что неудивительно тоже укладывается в этот же диапазон как бы полезный диапазон для нашего ухо работает лучше всего это примерно от 100 герц до 4 килогерц а вот это вот понимание того что мы можем слышать лучше и что мы слышим хуже собственно достаточно важно для слухопротезирования и кохлеарные импланты любое слухопротезирование фактически концентрируется на диапазоне от 100 герц до 8 килогерц на этом вот полезном диапазоне этой желтой пятнерной картинке вот при этом речь идет не только о диапазоне человеческой речи это вот 104 килогерца но всем полезным диапазоном а может принципе есть куча звуков которые к речи не относятся но важны для нашего существования например там слышать подъезжающую машину и так далее вот еще важный аспект который всегда нужно учитывать при разговоре о слухопротезирование это соотношение сигнала и шума сожалению любое устройство которое будет усиливать полезный сигнал там колос так далее оно же будет усиливать и шум и вот это соотношение сигнала шум возможно еще будет появляться у нас в лекции но достаточно критично для понимания речи вот ну и последнее замечание относительно именно звука это то что в принципе человеческое ухо занимается специальным спектральным анализом акустических волн вот если основная функция но при этом это достаточно сложный процесс потому что мы не просто анализируем там амплитуду частоту но еще и длительность любого сигнала то есть когда мы произносим какой-либо звук у него есть определенный набор частот определенный набор амплитуд и длительность как бы сигнал на каждый из этих отдельных частот вот то есть задача в принципе достаточно сложным на первый взгляд но оказалось что устройство человеческого уха таково что на high level а можно в принципе полностью обойти всю биологическую систему построить их лиарный план вот немножко по поводу потери слуха потери слуха достаточно важный момент для человека и в принципе у разных животных по-разному есть животные для которых потеря слуха не является критичным есть животные как которые просто погибают при потере слуха например там летучая мышь в принципе не может существовать без слуха вот человека относятся к существам для которых потеря слуха является очень серьезным, как бы, очень серьезным недостатком, но, тем не менее, не приводит к гибели и так далее. То есть, в принципе, без слуха человек может существовать. При этом слух, потерю слуха можно измерить. Один из таких типичных вопросов, связанных с глухотой, который мы слышим, это типа, какой процент потери слуха у вашего ребенка. Вопрос абсолютно неверный, и вот эта вот картинка показывает, что реально измеряется не процентность потери слуха, а потери слуха в децибелах. То есть, какой интенсивности волну мы можем слышать на фактически частотах этого полезного диапазона. Хотя немцы практикуют некую такую эмпирическую шкалу в процентах, вот, но она как бы не имеет глобального применения. Вот, картинка слева показывает частоты, именно полезные частоты, здесь от 125 Гц до 8 кГц, вот, и картинки примерно показывают разные типы звука, как они лежат на вот этой вот амплитудно-частотной характеристике. Вниз по картинке это более громкие звуки, вправо более высокая частота. Соответственно, в случае... Так, у меня потерялся фокус-ком. Значит, в случае легкой тугоухости, то есть незначительной потери слуха, пропадают наиболее тихие звуки, но человек все равно способен снимать речь, и большинство людей с легкой потерей слуха, в принципе, даже не замечают. Ну, то есть замечают, но продолжают жить обычной их жизнью без какого-либо протезирования. Значит, средняя потеря, то есть умеренная тугоухость, как называется там в формальном русском языке, уже достаточно критично. Как видно из этой картинки, практически пропадает, собственно, диапазон, речевой диапазон. То есть большинство людей, общаясь, общаются где-то на 40-50 дБ, вот, речевых частотах, и умеренная тугоухость, это уже достаточно серьезные проблемы. То есть, например, ребенок, рожденный с умеренной тугоухостью, не сможет самостоятельно, без протезирования, овладеть человеческой речью. Однако в этом диапазоне возможны более, как бы, простые решения без холиарной импантации. Тяжелая потеря слуха, это, там, в районе 60 дБ и выше, вот, это когда не слышно почти ничего. То есть речью овладеть невозможно без протезирования, и простые способы протезирования обычно тоже не дают большого эффекта. Клухотой в развитых странах называют потерю слуха больше, там, 80-90 дБ. То есть в этом случае реально, ну, газонокосилку можно услышать с очень близкого расстояния, взлетающий самолет тоже будет как-то воспринят, но все остальные звуки просто отсутствуют совсем. Вот. Соответственно, для разных степеней потери слуха, а в том, а также для разных, как бы, причин потери слуха используются разные решения по слухопротезирования. Коль, а может, вопрос, а может, вопрос, может быть, забегая вперед, про своих родственников, естественно. То есть ты говоришь про механическую потерю слуха, то есть, как бы, у меня есть близкий родственник, который говорит, что меня проверяли, я все слышу, но мозг больше не расшифровывает. Поэтому, типа, я речь вашу не понимаю. Не относится вообще сюда, да, по теме? Нет, это относится вполне сюда. На самом деле, есть определенные ситуации, когда звук слышно, но при этом разборчивость теряется. Вот. Вот. Немножко позже, когда я покажу картинки устройства внутреннего уха, то вот эти вот ситуации там видны. То есть, возможно, ну, давай немножко позже отвечу на вопрос, потому что сейчас я тебе именно буду забегать вперед, рассказывая, соответственно, как оно устроено. Вот. Если я забуду на этот вопрос ответить, напомни мне, когда я буду рассказывать про устройство улитки. Да. А, Коля, еще вопрос. Мое слово — это волосковые клетки в данном случае. Коля, еще вопрос. Вот ты говоришь, что если у человека слух потерян на, ну, так сказать, на определенной там, в определенной степени, то его невозможно научить речи. Насколько это вообще связано? То есть, нет ли каких-то датчиков в мозгу, которые могут воспринимать вибрации, кроме уха, и которые слышали бы речи, человек мог научиться, либо исключительно и за речь, и за голос отвечает ухо? Спори, Гош. На самом деле, мое утверждение было другим. Вот на этой картинке, например, это умеренная тугоухость. Утверждение такое. Ребенок, да, имеющий подобную тугоухость, не способен самостоятельно овладеть речью без протезирования. Это могут быть слуховые аппараты для усиления звука, это может быть популярная имплантация. Просто посмотри на картинку. Речевой диапазон находится в белой зоне, то есть ребенок его не слышит. Соответственно, это не означает, что ребенка нельзя научить разговаривать. И это не означает, что ребенка нельзя научить слышать. Это означает, что для того, чтобы научить его разговаривать или слышать, нужны какие-то дополнительные устройства. Можно я тут вмешаюсь немножечко? Есть способы и без устройств. То есть на самом деле там и наша старшая дочь, она, в общем-то, тому пример. И вот этот орализм был такой в обучении глухих течений, популярное какое-то время. Собственно, их учили часто даже и без слухопротезирования через чтение. То есть когда просто, ну, механической работой, таким повторением достигается то, что люди учатся механическому воспроизведению звуков, не слыша эти звуки. То есть выстраивается соответствие не того, что я слышу звук, повторяю, слышу сама себя, сравниваю. Вот не таким способом. Вот так обычно ребенок обладевает речью. А более таким искусственным способом. Я вижу букву, я знаю, что этой букве соответствует вот такое движение речевого аппарата. И даже без, не слыша самого себя, я умею это произнести. И таким способом можно научить ребенка говорить. Но только это бешеная совершенно работа и для педагога, и для самого ребенка. Ну, понятно, спасибо. Собственно, и был ответ на мой вопрос. Но еще один уточняющий вопрос по поводу того, что когда, если человек не слышит внешние звуки, это более-менее, ну, понятно, за это ухо отвечает. Но когда человек говорит сам, не существует ли в мозгу каких-то других датчиков? Это то же самое ухо, не существует. То есть можно говорить и самого себя не слышать. И, собственно, глухие, которые говорят, они ровно в такой ситуации, они говорят и сами себя не слышат. Ну, Гош, я добавлю, соответственно, смотри, то вопрос, я бы его разбил на две составляющие. Первая составляющая. Картинка, которую я показал, да, и разной степени потери слуха. Они говорят о следующем, что начиная с определенной потеря слуха в 40, порядка 40 децибел. В принципе, считается, что для детей с ворожью, что даже 30 децибел. Это та потеря слуха, когда для овладения речью необходима интервенция. Понимаешь? То есть если потеря слуха меньше какого-то уровня, то ребенок самостоятельно овладеет речью. И, в принципе, родители могут даже не заметить большой проблемой. Но если потеря слуха существенная, то это не означает, что невозможно научить, но это означает, что необходима интервенция. И второй момент, часть этого вопроса, это, соответственно, случай глухоты вот до, в принципе, недавнего времени, фактически до начала 20 века, до начала 21 века, до конца 20 века. Для глухоты основным эффективным решением это жестовые языки. То есть тогда уже уходить от речевой части и заниматься речевой смысле вербальной. Однако клярная имплантация как раз сдвигает вот эту вот ситуацию и для тех глухих, которые могут делать клярную имплантацию, они попадают в ту же самую категорию, которая была раньше, корректировалась раньше, например, с луковыми аппаратами и специальной методикой на обучение. Вот. У меня вопрос, видит ли кто-нибудь мою презентацию сейчас, потому что у меня на экране какая-то... Переволитый подвис, да. Пролистай туда-сюда. Туда-сюда, пролистай вперед-назад. Ну вот я пролистну, но, по-моему, ничего не поменялось, да? Ничего не поменялось, кусочками какими-то. Давайте я сделаю стоп шея и сделаю заново шея. Потому что, похоже, какая-то аппаратная проблема у меня. Нет, все равно, это может быть зум какой-то. Зум влючит. О! Восстановилось, да? Отлично. Так, на это я сделаю стоп шея. Я подозреваю, что это... Ну, а чем, может, и зум? Сейчас я заново сделаю шея. Вот. Кажется, мы даже примерно на том же самом слайде. Вот. Значит, по поводу распространенности глухоты, то есть, как бы, почему эта тематика вообще достаточно важна, вот, в массовом плане. Согласно, как бы, ныне всем, наверное, известной всемирной организации здравоохранения, известной под названием ХУ, порядка, ну, почти полмиллиарда человек в мире имеют существенную потерю слуха. Они как раз считают под существенные 40 дБ у взрослых, 30 дБ у детей. Соответственно, это потеря слуха, которая затрудняет общение, однако большая часть людей из этого полумиллиарда все-таки могут общаться вербально и могут слышать речь. Особенно те, вот здесь вот граница у взрослых 40 дБ у детей и 30 как раз отражает то, что, научившись разговаривать и слышать, взрослый человек имеет гораздо большие шансы и возможности все-таки вербально общаться при большей поддержке. Вот. Цифры, на самом деле, огромные. Они отражают в том числе тот факт, что с возрастом слух людей ухудшается, и это есть объективные причины, о них я немножко позже скажу. Вот. Вот. Еще из статистики это то, что примерно полпроцента школьников в Америке идентифицируют, идентифицируются существенные потери слуха, которые требуют адаптации процесса обучения. Вот. И еще из интересной статистики это то, что примерно один-полтора ребенка на тысячу рождений не проходят тест на аутоакустическую эмиссию. Это в принципе, это означает примерно, что эти дети, собственно, не слышат. То есть, что у них глухота. Часть из этих детей оказываются потом все-таки слышащими, но с другой стороны, примерно такое же количество детей, не идентифицированных в районе аутоакустической эмиссии добавляются в пул как бы глухих до развития языка, то есть, прелингвальная глухота. Это огромная цифра. Как бы, посмотрев на нее сначала, не верится. Но, с другой стороны, вот наш сын ходит в школу, в которой в его грейде порядка 600 студентов, из которых двое глухих. Что, в общем-то, даже больше, чем вот эта вот статистика по аутоакустической эмиссии. Вот. И, соответственно, глухота бывает как прогрессирующая, как бы ухудшение слуха с возрастом, так и врожденная глухота, которая наиболее критична в социальном плане. Потому что рожденный глухим ребенок без интервенции не получает возможности разговаривать. И, соответственно, нужны какие-то способы, чтобы его научить общаться, чтобы научить его вообще, как бы, чтобы дать ему какое-то образование и тому подобное. Соответственно, кахлеарная имплантация, она касается и прогрессирующей потери слуха, и врожденной глухоты. Вот. И для врожденной глухоты она, в общем-то, достаточно критична. Вот. Еще хотел бы сказать несколько слов по поводу генетики. Дело в том, что огромная часть, как бы, детей глухих с рождения, вот, в большинстве случаев это генетическая причина. То есть, вот, прелингвальная глухота, примерно один случай на 100, примерно соответствует статистике по акустической эмиссии. Из них примерно 25% это разнообразные ушные инфекции. То есть, в принципе, у многих детей в первые, там, месяцы жизни проходят ушные инфекции. Большинство детей нормально восстанавливается после этого. Но достаточно большая часть все-таки, собственно, глохнут. Вот. И примерно четверть из вот этой вот прелингвальной глухоты – это вещи, не связанные ни с инфекциями, ни с генетикой. Это в основном разнообразные токсины. Это алкоголь родителей, там, в первую очередь, матери, и прочие причины, как бы, не относящиеся к инфекционным, генетическим. Вот. Среди генетических притин. Несандромальная глухота, когда, собственно, единственное проявление генетической проблемы – это глухота, составляет примерно 70%. Остальное – синдромальное. Синдромальное означает, что есть какая-то причина глобальная, вот, у которой, соответственно, есть несколько проявлений, и одно из проявлений – это глухота. Ну, вот, например, там, слепоглухота, то есть, синдром Ашера, Кушера, не знаю, как правильно произносить, она является синдромальной, потому что там глухота и слепота являются проявлением одной и той же генетической проблемы. В несандромальной глухоте большая часть, то есть, там, оценка от примерно трех четвертей до 80-85% – это рецессивная передача, собственно, глухоты. Вот. Это, например, случай у нас, то есть, там, ни у меня, ни у Ольги глухоты нету. Мы являемся носителями гена, который вызывает глухоту рецессивно. Соответственно, у наших детей, там, по 25%, как бы, вероятность того, что они будут глухими. Вот. Есть 25% несандромальной глухоты. Это идет по доминантной схеме, то есть, если хотя бы один из родителей является носителем этого гена, мутированного гена, то, соответственно, у детей тоже будет глухота. И там, в принципе, ситуация более-менее понятная. Обычно родители тоже являются глухими. Вот. Из рецессивных примерно половина случаев – это мутации в гене БЮКДФНБ1. Он же называется коннексин-26. И оставшиеся 50% – это мутации в других протеинах, в других коннексинах, вот, которые отвечают за перенос материала между клетками. Соответственно, это достаточно интересное наблюдение. И на данный момент есть четкое понимание, что коннексины приводят практически к большей части генетической глухоты, но нет четкого понимания механизма, как это происходит. То есть, есть, как бы, наука очень близка к пониманию, но досконально неизвестно. Что интересно, это то, что примерно 3-5% населения Земли имеют мутацию в этих коннексинах. То есть, 3-5% людей являются носителями вот этих вот генов глухоты, скажем так. Вот. И это, в общем-то, огромная цифра. И, ну, вот здесь вот я являюсь носителем такого гена. Вполне возможно, кто-то из вас тоже. Вот. Но поскольку это идет по рецессивной схеме, и поскольку оба родителя должны быть носителем этого гена, и 25% будет только вероятность родения глухого ребенка, мы получаем примерно там, за счет вот этих вот генных мутаций мы получаем примерно одно рождение на 2-3 тысячи детей. Хотя, например, у евреев Ашкенази это примерно один ребенок на 1700-1800, вот, глухой именно за счет мутации в коннексинах. Вот. И вот это вот, опять же, к лекции, которую делала Сауле пару месяцев тому назад, она как раз говорила, что большинство глухих детей рождаются у слышащих родителей. Вот эта вот статистика 3-5% носителей, она как раз напрямую связана с вот этим вот фактором. То есть действительно большинство глухих детей и слышащих родителей. Вот. Соответственно, дальше я хочу немножко сказать про устройство человеческого уха. Вот. И перейти к кахлеарной плантации. То есть человеческое ухо, в принципе, состоит из трех основных элементов. Это вот внешнее ухо, ушная раковина. Вот. Задача которой, в принципе, локализация звука и незначительное усиление звука. Дальше среднее ухо, которое состоит из барабанной перепонки и трех косточек. Это молоточек на ковальне и стремечка. Вот. Возвращаясь к дискуссии с Леоном, молоточки на ковальне пришли к нам от рыб, амфибий, рептилий и так далее. Они являются аналогами костей, которые используются у всех, кроме млекопитающих, для соединения верхней и нижней челюсти. Стремечка гораздо более интересная штука. Она есть, в том числе, вот у моих лягушек, которые тут к лакларовам сидят. Вот. Стремечка досталась нам от рыб. И у рыб это была одна из жаберных костей. Эта жаберная кость млекопитающим, земноводным и прочим совсем не нужна. И она превратилась вот в эту вот маленькую стремечку, которая является самой маленькой костью в нашем организме. Основная задача среднего уха — это усиление сигнала. Можно показать стремечка? Здесь я сам мою мышку не вижу, но это в самом-самом центре такая маленькая косточка. Коля, а почему твоей мышки нет? Ты же, по идее, если ты будешь ей возить, ее должно быть видно. Я ее сам не вижу. Она у тебя куда-то заблудилась? Была же мышка. Забрал. Знаешь, у меня ее нет. А вы ее видите? Коля, включи аннотацию. Тогда ее будет видно и тебе, и нам. Так, вот теперь ее видно? Вот я теперь вижу свою мышку. А вот теперь ее видно. Вот эта вот маленькая косточка в центре — это стремечка. Сейчас я попробую сделать зум. Даже, наверное, еще побольше. Вот. Вот здесь вот видите? Вот это вот такая штучка, которая похожа на вилку. На вилку, да. Видно? Видно, видно. Да, да. То есть вот это вот молоточек, вот это вот наковальня. То есть это то, как наши челюсти, не наши челюсти, а челюсти у наших предков подсоединяли друг с другом. У рыб это тоже челюсти. А вот это вот, ну, бывшая жаберная крышка. Вот. Соответственно, удивительно то, что все вот эта комбинация внешнего уха и внутреннего уха способны усилить сигнал примерно в 10-20 раз. То есть это идет более чем на порядок усиления сигнала. Совершенно великолепный механизм. Причем, как бы, ну вот лягушки имеют только стремечка. И у них нету такого мощного усиления сигнала. Здесь то, что у там земноводных усиление сигнала не столь мощное, тем не менее для них не критично. Вот. Но оно критично для тех животных, которые используют сигнал для последующего выделения четко амплитудно-частотных характеристик. То есть за счет вот этого вот сильного дополнительного усиления сигнала у млекопитающих есть дополнительные возможности по спектральному анализу акустических волн. Вот. Сейчас я вернусь в обычную презентацию. Дальше звук, который пришел во внешнее ухо, усилился. Да. Прости, маленький вопрос. Вообще мы знаем, что у разных животных, кому требуется хороший слух, у них обычно делается это за счет размеров ушей. Все эти там зайцы, вот это все, уповухость такая появляется. А есть ли какие-то в природе механизмы для усиления звука не размером внешнего уха, а какой-то иной конструкцией внутреннего? Собственно, так оно и есть. Оно в основном за счет конструкции внутреннего уха. То, что ты говоришь про внешнее ухо, это в первую очередь локализация звука. Вот. И внешнее ухо не дает столь как бы мощного усиления, но дает возможность локализации. Вот. То есть основа усиления звука это все-таки среднее ухо и улитка как таковая. То есть зайцу вот эти вот большие уши нужны не для того, чтобы лучше услышать звук, а для того, чтобы лучше понять, откуда идет этот звук, и лучше понять, в какую сторону ему нужно от этого звука прыгать. Понимаешь? Мы, то есть у человека ушная раковина сделана крайне неэффективно с точки зрения локализации звука. Мы должны постоянно крутить голову, мы ее постоянно крутим для того, чтобы понять, откуда идет звук. Вот. Ну. То есть, смотри, уточни. Слушай, если можно длинить длинный скорость. Я хотел спросить, есть ли в природе какие-то более совершенные механизмы, которые лучше усиливают звук у других животных, чем у человека? Ну, смотри, ситуация такая, что млекопитающие являются самыми прогрессивными и совершенными организмами с точки зрения усиления и анализа звука. Вот. Человек среди млекопитающих является как бы более-менее обычным существом. Вот. У нас звук анализируется, усиливается хорошо, но не очень хорошо. Значит, механизм, который можно привести в качестве примера, это механизм у дельфинов и у летучих мышей. Улитка устроена немножко лучше, чем у человека и способна воспринимать гораздо более тихие звуки и на гораздо более высоких частотах. Вот. Соответственно, но у них нету никакой принципиально другой конструкции уха по сравнению с нами. То есть она просто лучше заточена под какие-то экстремальные параметры, да. Вот. В этом смысле человеческий организм как бы концептуально по тому, как он устроен, является на данный момент верхом совершенства. Вот. Но, да, у летучих мышей это сделано лучше, чем у нас. Но лучше именно fine-tuning, да. То есть ты можешь как бы просто что-то сделать поточнее, что-то сделать подлиннее, что-то сделать покороче. Вот. Где-то добавить клеток, где-то их уменьшить, и, соответственно, получишь более эффективное устройство. Но в целом вот то понимание, как сейчас, у нас очень совершенное устройство. Вот. Причем я сейчас буду рассказывать про улитку. И вот там есть один элемент, который просто настолько отличает устройство уха млекопитающих от всего остального именно в плане усиления сигнала его анализа, что, в общем, даже немножко неожиданно. Вот. Значит, вся задача внешнего и среднего уха – это усилить сигнал и доставить вибрацию до улитки. Анализируется сигнал в улитке. Вот. Улитка, она, собственно, похожа на улитку. Ну, причем вот эти вот усики, которые у нее сверху, это наш вестибулярный аппарат. Оказывается, что то, как мы ориентируем, вернее, как мы понимаем ориентацию нашего организма в пространстве, тесно и непосредственно связано с тем, как мы слышим. Но я этого касаться не буду. Если будет интересно, то можно будет пообщаться отдельно. Вот. И там я знаю еще гораздо меньше, чем в плане слуха. Вот. И улитка является как бы основой всего связанного с кахлеарной имплантацией. Вот. Она внутри непростая. Вот эта вот картинка показывает поперечное сечение улитки. Она внутри двумя мембранами разделена на три секции. Вот. А секции эти почему-то называются лестницами. Вот эта верхняя – это лестница преддверия. Вот. Средняя – это спиральная лестница или спиральная область. Вот. А нижняя называется барабанной лестницей. Вот. Звук, собственно, вибрация, которая из среднего уха приходит в улитку, она попадает вот в эту вот… Моя мышка опять не видна. Да. Давайте я опять сделаю тогда вот так. Вот. И немножко уменьшу картинку. Коль, подвинуть как-то картинку. Вот. Вот так уже хорошо. Так уже видно. Да, я просто изменил размер. Вот. Значит, вибрация вот этой вот наковаль… Этим стремечком через одно из двух отверстий в улитке, так называемое овальное отверстие, вибрирует жидкость в верхней вот этой вот области, которая называется лестницей преддверия. Вот. Эта вибрация проходит через всю улитку до ее конца. И в ее конце вот эта вот верхняя область соединена с нижней областью. Вот. И нижняя область, соответственно, тоже начинает… Волна доходит до этой нижней области и идет обратно до широкой части улитки, но уже по нижней вот этой области. Вот здесь вот в самом конце улитки есть второе отверстие, так называемое круглое отверстие, отверстие, которое закрыто мембраной. И это нужно для того, чтобы как раз, собственно, волна нормально могла колебаться внутри улитки. То есть как бы волна же – это изменение давления. У нас через овальное отверстие давление начал увеличиваться, оно доходит до круглого, и, соответственно, с помощью мембраны, которая там, это давление компенсируется. Вот. Вот эта вот нижняя область, ну, она нижняя на этой картинке, в улитке она становится то нижней, то верхней, отделена так называемой базилярной мембраной от средней области. И вот здесь вот как раз на границе этих мембран и проходит, собственно, вся магия со слухом. Сейчас на следующих слайдах я немножко подробнее об этом расскажу. Значит, на этой мембране находятся так называемые волосковые клетки, которые, собственно, и позволяют нам слышать. Вот. И после того, как волосковые клетки вот эту вот вибрацию трансформируют в электрические импульсы, вот, они передают эти электрические импульсы в слуховой нерв. Слуховой нерв здесь желтеньким нарисован. Вот. И слуховой нерв уже доставляет информацию в наш мозг. Причем в зависимости от того, какие вот эти вот волосковые клетки генерят сигнал, мозг понимает информацию о частоте, получает информацию о частоте. Соответственно, чуть позже я об этом расскажу. Значит, технические решения по глухоте, возможно, надо было слайд немножко раньше поставить, вот. Они сильно зависят от степени потери слуха и от причины потери слуха. Как бы много лет тому назад для компенсации потери слуха использовались там рупоры и так далее. То есть разнообразные способы увеличения громкости или проводимости. Вот. Потом появились слуховые аппараты. Слуховые аппараты работают примитивно, увеличивая громкость сигнала, который попадает во внутреннее ухо. Вот. То есть сигнал просто банально усиливается, очищаются шумы, отрезаются верхние и нижние частотные диапазоны, вот. И барабанная перепонка просто получает более громкий сигнал. Однако при этом динамический диапазон у глухого человека гораздо меньше. То есть у него как бы граница, верхняя граница по громкости все равно остается той же. Поэтому слуховой аппарат занимается сжатием динамического диапазона. То есть он очень громкие звуки не усиливает, а тихие звуки усиливает. И как бы сжимая весь диапазон. То есть до поры до времени слуховые аппараты работают, но начиная с какой-то достаточно сильной потери слуха, слуховой аппарат, за счет этого сжатия динамического диапазона, перестает быть эффективным для понимания речи. Ну и кроме того, постоянный очень громкий сигнал разрушает наше внутреннее ухо, поэтому слуховой аппарат имеет определенные ограничения. Вот. В случае серьезных проблем со средним ухом, например, неправильное формирование всех вот этих вот косточек, скремечки наковальни, лоточка наковальни, скремечки, вот, и тому подобное. Есть способы обхода среднего уха, это вот так называемые баха, bone orchard, he and kate, которые позволяют доносить вибрацию напрямую до улитки, но не трогают при этом улитку. Вот. И в случае, если не работает, в принципе, в любом случае, если не работает любая часть уха, например, среднего уха, то можно использовать кохлеарные импланты, а в случае, если не работает сама улитка, то кохлеарный имплант на данный момент является единственной технологией, которая позволяет все-таки слышать. Это идет полный обход всего устройства уха и прямая стимуляция слухового нерва. Вот. Значит, возвращаясь к внутреннему уху, вот здесь вот справа увеличенная картинка разреза улитки. И вот эта вот нижняя голубая часть, вернее, даже не она, а вот над ней красная полоска, это базилиарная мембрана. И, соответственно, звук, который попадает, который воспринимается нашим ухом, он приводит к вибрации вот этого базилиарной мембраны. Вот. Базилиарная мембрана фактически в один слой клеток отделяет вот эту вот нижнюю барабанную лестницу и среднюю зелененькую спиральную область. Соответственно, то есть это совершенно очень-очень тонкий такой механизм. Интересно то, что вот эта средняя зеленая область, она заполнена эндолимфой. Это жидкость с очень высоким содержанием заряженных ионов калия. При этом зоны голубые сверху и снизу, они объединены в конце улитки, вот, они заполнены перелимфой, то есть жидкостью, которая содержит большое количество кальция, насколько я помню. Кальциоль, да? Напомню. Как бы не холора. Я помню кальция. Ну, не суть. Основное то, что зеленая область и синяя область противоположно заряжены, то есть между ними достаточно большая разность потенциалов до 160 милливольт. И, соответственно, клетки, которые находятся между этими двумя областями, они находятся, ну, у них верхняя и нижняя часть имеют совершенно разные, то есть они касаются областей с разным потенциалом. Вот. В итоге эти клетки от вибрации базилярной мембраны, красненькой снизу, вот, они возбуждаются. Возбуждаются они с помощью таких вот волосков, которые вот нарисованы над ними. Слева они зелененьким нарисованы. Эти волоски механически при вибрации мембраны механически наклоняются и ионы калия, находящиеся в зеленой области, попадают внутрь вот этих вот так называемых волосковых клеток с этими волосками. Вот. При этом от этого эти клетки разряжаются. Вот. И собственно, вот этот сам факт резкого изменения заряда клетки приводит к тому, что слуховой нерв получает электрический сигнал. Вот. самое интересное это собственно то, какую роль играют эти вот волосковые клетки в нашем организме. Значит, сейчас смотрю на следующий слайд, потому что, по-моему, следующий слайд лучше, да. Вот. вот здесь вот немножко более подробная картинка, показывающая все эти волосковые клетки. Снизу у нас это базилиарная мембрана, слева на верхней картинке под цифркой 1 это так называемые внутренние волосковые клетки. Вот эти вот волосковые клетки при вибрации мембраны и при собственно при движении волосков, вот, они разряжаясь создают электрический импульс, импульс, идущий в слуховой мир. Вот. Эти клетки расположены вдоль всей улитки, то есть, если мы растянем улитку, мы увидим как бы целую цепочку этих клеток. Как видите, на этой картинке эта цепочка, она как бы в одну линию. То есть, вот эти вот клетки, они буквально по одной клетке выстроены в длинную-длинную цепочку, которая там порядка трех сантиметров длиной. Вот. И клеток этих порядка трех с половиной тысяч. То есть, вот эти вот три с половиной тысячи клеток могут показать место возбуждения базилиарной мембраны. Вот. И наш мозг может получить более-менее точную информацию, где базилиарная мембрана колеблется сильнее всего. оказывается, что в зависимости от частоты звука у нас разные части базилиарной мембраны двигаются по-разному. Вот. И в итоге получается, что разные частоты возбуждают улитку в разных местах. То есть, высокие частоты возбуждают улитку ее основания в широкой части, а низкие частоты возбуждают ее в самой крайней части, в самой тонкой части. Вот. И в итоге наш мозг с помощью вот этих вот волосковых клеток может получить точную информацию о том, где произошло возбуждение и какая, собственно, частота уходящего сигнала. Вот. Сейчас я вернусь к этому слайду еще раз. расскажу сначала про вот этот вот слайд, который напрямую связан. Значит, вот здесь вот справа нарисована как бы растянутая улитка. Вот. Ее основание широкая часть в левой части картинки. Вот. Ее узкая часть в правой части картинки. Где-то примерно лет 70 тому назад фон Бекеши обнаружил, что если возбуждать улитку звуком, то по улитке идет волна примерно такая же, как вот если мы возьмем, вот в детстве наверняка играли, взять одеяло и резко его дернуть. И, соответственно, по одеялу бежит волна к человеку, который держит одеяло с другой стороны. И эта волна она натурально бежит, то есть она двигается с одной стороны в другую. Вот фон Бекеши обнаружил, что волна возбуждения на базилиарном мембране имеет форму, как бы она сначала усиливается, потом в каком-то месте мембрана достигает пика и потом резко спадает. И вот этот вот пик, он оказался расстояние от основания улитки до пика оказался логарифмически связан с частотой волны. То есть можно достаточно точно зная частотный диапазон, который какое-то животное, например, человек воспринимает от 20 Гц до 20 кГц, вот эти вот 20 Гц и 20 кГц можно распределить по вот этой вот по всей длине улитки от ее основания до ее конца как логарифмическая шкала. То есть соответственно там частоты в середине этого диапазона они будут находиться немножко ближе к основанию улитки. Вот. Да. Более низкие частоты будут дальше к концу улитки. Вот. Это открытие позволило в принципе задумываться о создании таких имплантов, которые могли бы просто вместо вот этой вот волны мембраны просто возбуждать непосредственно суховой нерв в нужных местах. То есть вот представьте, мы знаем, что вот на этой картинке показано, в каком месте возбуждается мембрана при входящем при частоте звука 300, 3000, 3 кГц. Да. Это вот где-то вот в начале. Если мы засунем провод внутрь улитки и начнем подавать, засунем его так, что он будет касаться улитку примерно в той же самой точке, куда показывает картинка 3 кГц, и будем туда подавать сигнал электрический вместо движения базилярной мембраны, то наш мозг будет получать сигнал, похожий на звук частотой 3 кГц. Если мы возьмем второй провод и засунем его поглубже, дойдя до области, где там типа 1,5 кГц, то таким образом мы сможем создавать сигнал, похожий на звук 1,5 кГц. Если мы там засунем достаточное количество проводов, то мы сможем создавать сигнал с большим количеством разнообразных частот, и мы можем попытаться взять и про входящий звук, разложить его на частоты и отправить разные частоты в разные провода. Соответственно, фон Бекеши получил за это открытие Нобелевскую премию и собственно запустил весь процесс идеи кохлеарной имплантации. То есть, вместо того, чтобы создавать суховую аппарат, которая будет усиливать вибрацию, приходящую в улитку, и болтать вот эту базилиарную мембрану, возникла идея, что мы можем просто засовывать провода прямо в улитку и возбуждать непосредственно суховый нерв. Вот. Правда, несколько позже, практически сразу, выяснилось, что вот этот механизм встряхивания базилиарной мембраны и создания вот такой волны, как обнаружил фон Бекеши, недостаточно, чтобы объяснить человеческий слух. То есть, в принципе, чисто вот то, что обнаружил фон Бекеши, показывает слух, скажем так, если бы были только эффекты, которые обнаружил фон Бекеши, то наш слух был бы примерно на 50 дБ хуже, чем он на самом деле. Более того, если вы посмотрите на картинку, например, ширина волны в 300 Гц достаточно большая. И получается, что там 300 Гц и 350 Гц они будут охватывать примерно один и тот же диапазон улитки. Вот. И совершенно непонятно, как в таком случае мы можем различать достаточно близкие частоты. Оказалось, что фон Бекеши экспериментировал на мертвых улитках. То есть, он брал улитки из мертвых животных и там из мертвых людей и, соответственно, проводил эксперименты с ними. Оказалось, что живая улитка ведет себя по-другому. И вот здесь вот внизу на нижней картинке показано аналогичное движение как бы вибрация базилиарной мембраны, но в живом организме. Как мы видим, после пика, плавного пика, соответствующего тому, что на верхней картинке, есть очень резкий, очень сильный дополнительный пик дополнительной вибрации. Вот понимание о том, как это работает, откуда взялось, появилось уже только в 80-е и 90-е годы, вот, и оказалось, что оно связано с еще рядами волосковых клеток. Вот на этой картинке справа, давайте попробую опять вернуть себе мышь, вот здесь вот справа вы видите в левой части картинки один ряд волосковых клеток, которые, собственно, создают электрический сигнал. То есть, когда базилиарная мембрана вибрирует, вот эти вот клетки за счет, с помощью своих волосков, волосков захватывают ионы калия, разряжаются, они непосредственно соединены с суховым нервом, и они этот суховой нерв возбуждают. Однако справа вы видите еще три ряда, дополнительные три ряда тоже волосковых клеток. И вот причина этих, то есть, как бы функция этих волосковых клеток долго не была понятна. Оказалось, что эти волосковые клетки тоже возбуждаются при движении базилиарной мембраны, и когда они возбуждаются, когда они захватывают ионы калия, разрядившись, они резко сокращаются. Резко сократившись, они резко изменяют положение базилиарной мембраны. И вот это вот резкое сокращение вот этих вот трех рядов так называемых внешних волосковых клеток приводит к существенному пику, резкому пику в положении мембраны. И вот они-то как раз приводят к тому, что наш слуг получает очень четкую селективность. То есть вот этот вот большой пик на картинке справа внизу, он как раз вызван вот этим дополнительным движением, связанным с этими внешними волосковыми клетками. Этот эффект называется электроматилити. то есть это новое слово, которое, я понимаю, придумано как раз под этот механизм. То есть вибрация базилярной мембраны приводит к тому, что эти клетки электрически разряжаются, от того, что они электрически разряжаются, они сжимаются и резко подбрасывают мембрану. Вот, таким образом, возбуждая гораздо сильнее внутренние волосковые клетки именно в том месте, где они находятся. И таким образом, в зависимости от частоты возбуждаются разные волосковые клетки, и мы получаем очень четкое понимание такая частота собственного звука. Вот. Все это дал возможность, собственно, создать кахлеарный имплант. Вот. И кахлеарный имплант просто доставляет электрический сигнал в нужное место улитки. Соответственно, быстренько имплант состоит из внутренней части, сам имплант. Вот на этой картинке он появился справа, который имеет матрицу электродов. Вот эта матрица электродов засунута внутрь улитки. Вот. И речевой процессор, который находится снаружи. Речевой процессор состоит, соответственно, из микрофонов, из некого процессора, который анализирует звук, очищает его от шумов и так далее. И с помощью катушки, фактически это индукционная катушка, с помощью электромагнитной индукции отправляет этот звук во внутренний имплант. Вот. И ну, разнообразная аксессуара есть. Вот. Сам имплант, вот здесь вот картинка этого импланта, это примерно такой же имплант, как стоит у моих детей. Вот. Катушка не представляет собой, мне кажется, ничего интересного, то есть это катушка с магнитом в центре, вот, и она используется исключительно для того, чтобы сигнал снаружи попал внутрь под кожу. Вот. Самое интересное это электрод. Электрод, соответственно, не электрод, а электродная решетка. Вот он всовывается прямо внутри улитки, и, как вы видите, на этом электроде есть отдельные контакты. Вот эти вот контакты возбуждают слуховой нерв в разных местах. И, соответственно, вот в этом электроде контакты, которые находятся совсем слева, они отвечают за высокую частоту звука, контакты совсем справа за низкую частоту звука. Вот. Соответственно, сам имплант при этом занимается преобразованием сигнала, который он получил с катушки и передает в электроды, но никакого собственного питания не имеет. Питание берется с помощью той же самой электромагнитной индукции с внешнего процессора. Вот. Вот здесь вот картинка, которая наглядно показывает вживление электродной решетки в улитку. вот. Речевой процессор, как мне кажется, менее интересное устройство. Вот. По нему я уже несколько сглаза. А я с этим не согласна. Вот у меня есть. Окей. У меня есть предыдущее поколение, то есть вот это вот то, что на картинке, это то, что у моих детей сейчас. А у меня в руках предыдущее поколение, которым пользовался. Костя вам пользовался. Вот. Он состоит из микрофонов. Вот здесь вот наверху их несколько штук. Вот. Они используются, несколько микрофонов используются для того, чтобы выделять сигнал от шума, то есть белый шум фактически удалять. Вот. Вот это вот катушка, она отделяется. Ее основная функция – это сквозь кожу передать сигнал внутрь импланта. Причем, как видите, как бы катушка, она одна. И она одновременно передает сигнал, который нужен всем там двум десяткам электродов внутри электродной решетки. Соответственно, имплант внутри, получая вот этот вот сигнал, уже сам его разбирает и сам отправляет разные импульсы на разные электроды в решетки. Вот. Ну и можно отделить аккумуляторный отсек. Тут могут быть аккумуляторы, могут быть батарейки. И вот собственно, сам процессор вот это вот. Ее еще можно хвостик поделить. Опс. С этого достал. Вот. Значит, как видите, эта штука довольно-таки сильно похожа на суховой аппарат, но она также довольно-таки сильно похожа на гарнитуру. То есть вот справа картинка это обычная гарнитура. Ну там одна из версий. Вот. Соответственно, когда дети ходят с этими речевыми процессорами, висящими за ухом, вот, то понятно, что наметанный глаз отвлечит от гарнитуры, но в принципе не то, чтобы это очень заметно. Она сейчас у моих что-то лучше авторчит. Вот. Настраивается кохлеарный имплант с помощью программного испечения, которое в принципе индивидуально настраивает уровни сигнала, которые отправляются на разные электроды. То есть вот здесь вот в центре этой картинки вы видите красную-зеленую линию, вот, которые пересекают столбики от 1 до 22. То есть это настройка процессора, который содержит 22 электрода. Не процессора, а импланты, которые содержат 22 электрода. Вернее, на самом деле это настройка процессора, который потом отправляется в сигнал в имплант с 22 электродами. Вот. Процесс настройки во многом похож на настройку суховых аппаратов. Вот, тоже, как бы, аудиолог измеряет чувствительность человека к сигналу на той или иной частоте, и, соответственно, после этого подбирает уровни сигнала на каждый электрод. Вот, и, как бы, сейчас я намерен передать слово Ольге, но могу ответить на вопрос. — Подожди, Коля, а ты не расскажешь про преобразование сигнала немножечко? — Что-то я еще иду. Какое преобразование сигнала? — Про вот этот, что в ампланте пассивный, этот самый преобразователь. Или ты это рассказала, я попустила? — Ну, я это упомянул. Значит, здесь ситуация такая, что вот здесь вот, давайте я опять сделаю эту картинку побольше. Вот, смотрите, одна из задач, которая стоит перед кохлеарной имплантацией, это как добиться того, что устройство, которое измеряет звук, и которое содержит там аккумуляторную батарею и так далее, находится снаружи организма. При этом имплант находится внутри организма, полностью под кожей, вот, но как при этом передать сигнал со внешнего на внутреннее, и как добиться, чтобы этот сигнал туда попадал быстро и правильно. Вот, соответственно, здесь одна из проблем то, что вот эта вот матрица электродов, она содержит там в разных имплантах примерно полтора-два десятка электродов. То есть, как бы вот здесь вот отдельные точки, на этой картинке не видно, они отвечают за разные частоты звука. Соответственно, этих электродов много, вот, но при этом у нас катушка через, сквозь кожу должна как-то передать информацию, отвечающую, информацию, разную информацию для каждого из этих электродов. Собственно, проблема решена с помощью электромагнитной индукции, которая просто передает сигнал из внешней катушки, внутренней катушки, катушку, и вот этим вот устройством, которое, собственно, и называется имплантом. Вот, которое берет, как бы определенным образом зашифрованный сигнал с катушки, расшифровывает его, вот, распределяет его по разным электродам и конвертирует этот сигнал в те импульсы, которые необходимо отправить на каждый электрод. То есть, это устройство, оно не является совсем уж пассивным, то есть, оно активно разбирает входящий сигнал, вот, но при этом оно же берет, оно не требует какого-то собственного электропитания, электропитание оно берет через ту же самую электромагнитную индукцию с того же самого внешнего процессора. Как мы можем сейчас заряжать наши телефона с помощью беспроводных зарядок, здесь, в принципе, работает схожий механизм, то есть, тоже само питание для этого импланта берется точно так же. Вот. Вопрос. Давайте. Какая мощность вот этого электромагнитного сигнала между внешним и внутренним устройством, насколько это влияет ли это еще на что-то, я имею в виду, вредно там как-то на близкий к этому делу мозг или на какие-то другие органы, как бы рассматривался такой эффект, скажем? Этот эффект однозначно рассматривается, ответ на этот вопрос я просто не знаю, вот, могу сказать некоторую, как бы, близкую информацию, вот, хотя я не знаю, насколько там близкая, соответственно, нет, не знаю ответа на вопрос. Да, и второй связанный с этим же… Извините, здесь, наверное, можно сказать про то, что вот про МРТ, что, скажем, известно, что пациентам, получившим кохлеарную имплантацию, у них впоследствии есть ограничения на, вот, медицинской процедуры на МРТ, то есть есть… Ну, это то, что я сейчас думал сказать, но решил не говорить. Ну, почему? Это как раз вполне связано, что производители кохлеарных имплантов говорят, что МРТ мощностью до полутора Тесла можно, а больше нельзя. Ну, сейчас даже до трех Тесла, но это немножко другое, это то, что МРТ с полтора-три Тесла, оно в итоге, само МРТ будет взаимодействовать вот с этой вот внутренней антенной, внутренней катушкой и, соответственно, будет с ней конфликтовать. Это, Оль, не отвечает на вопрос, какая мощность самого этого устройства. Я не знаю мощность этого устройства, но тема, да, известная, вот, она однозначно анализировалась. А вот у меня вопрос, простите, а вот влияют ли другие какие-то аппараты на это, так же, как, например, нельзя там, чтобы вы крутили, допустим, приемник рядом с пейсерами для сердца, вот здесь есть какие-то такие тоже наводки на эти аппараты? Наводки есть, но они не принципиальные. То есть здесь основное, смотрите, здесь вот эта вот антенна, которая видна на картинке, это катушка индуктивности, да, и, соответственно, любое электромагнитное поле, которое проходит сквозь вот эту вот катушку, оно будет вызывать электрический ток внутри этой катушки. Этот электрический ток будет, естественно, конфликтовать с функционированием самого процессора. Вот, но такого, чтобы мои дети там слышали радио, такого не происходит. Вот, во многом это связано с тем, что принцип кодирования самого сигнала внутри процессора и внутри импланта сильно отличается от аналогового сигнала, который можно получить, как бы, из внешнего мира. А вообще это болезненная процедура, кстати? Ну, это под общим наркозом. То есть это реальная операция, она, вот Ольга там немножко скажет по поводу мифов, это операция, которая длится, ну, там, час-полтора, вот, под общим наркозом. Соответственно, для этого разрезается кожа за ухом, то есть у моих детей прямо вот за ухом шрам, который практически незаметен, потому что он идет по самому краю. Вот, выскабливается кусочек косточки, чтобы туда засунуть вот эту вот верхнюю часть самого импланта. После этого современные импланты жгут вот этот вот, засовываются внутрь улитки через круговое отверстие. Вот, хотя раньше вот у моего сына один жгут засунул через круговое отверстие, а второй, скорее всего, засунул через просверленную специальную дырку для этого. Вот, я пытаюсь найти, соответственно, картинку, которая показывает это видео. Вот, после этого, ну, как после любой операции, человек восстанавливается какое-то время, но, например, да, вот здесь, видите, просовывается внутрь. Вот, Костя, по-моему, где-то, наверное, часа-часа-полтора после операции, да, Ольга, его нам отдали. Ну, в тот же самый день. Ну, сильно зависит от того, где делать, какие порядки. То есть, первую операцию ребенку мы делали в России, и там мы с ним неделю провели больницу. Ну, мы там смотрели видео, тупые и прочие мультики, играли в дурацкие игры, потому что делать там было нечего. Зачем нас там держали, в общем, было непонятно. Разве что это был 2010 год, июль в Москве, когда горели торфянники, было нечем дышать, и мы, значит, спокойно провели эту неделю в боксе в больнице под традиционером, и были этим очень довольны. А вторую операцию делали в Америке, и, ну, утром приехали, вечером, ну, уехали совершенно спокойно, как бы ушли оттуда. Ну, не то, чтобы прямо ушли ногами, но, в общем... Ну, при этом, с другой стороны, наша дочка, она сделала операцию в 19 лет, она активно занималась спортом, играла там за баскетбольную команду своей школы, вот. Вот, она после операции в течение нескольких дней фактически лежала на диване, и, в общем-то, ей жизнь была не мила. Вот, конечно... Извини, я пропустил, а во сколько лет Косте сделали? У Косте первая операция была ровно в два года, и это достаточно поздно. Вот, ну, я знаю, наверное, Ольга об этом немножко расскажет, да? Ну, вот, а вторая... Я просто могу рассказать, да. Что? Могу рассказать. Да, вторая операция была сделана на второе ухо в 10 лет. В принципе, это по современному состоянию делать неправильный подход. Нужно делать операцию на оба уха и в течение первого года. Вот. Наташа, наша дочка, сделала операцию в 19 лет, и это было во многом обусловлено наблюдением, за развитием нашего сына. То есть у него настолько лучше было восприятие звука, возможность разговаривать и так далее, что она просто решилась на операцию, чтобы тоже приобщиться, вот, получить такие же возможности. Вот. Стало гораздо лучше для нее, однако она не достигла того уровня, который у нашего сына. Вот. А вот, Виталий, в принципе, наверное, на ваш вопрос информация, которую я упомянул по поводу мощности, разница потенциалов между спиральной областью, спиральной полостью и между вот этой вот барабанной лестницей составляет порядка 150-160 милливольт. Соответственно, любой сигнал, который индуцируется вот этой вот электронной решеткой внутри барабанной лестницы, он меньше или порядка вот этих вот 150-160 милливольт. Соответственно, из этого можно оценивать мощность всего этого устройства. Оно не очень большое. Можно вопрос? Точнее, у меня есть парочку. Ну, во-первых, мне интересно, каким образом... Ну, то есть, почему рекомендую двух год? Ну, понятно, чтобы человек привык и, наверное, вырос с этим. А неужели сама эта улитка не растет и, соответственно, вот, ну, этот провод, как бы, там, не перемен... не знаю, не меняет свое положение? А второе, собственно говоря, тоже по поводу этого провода, вот, который сейчас на экране, мне интересно, о чем обусловлено вот это количество контактов 20. Ну, то есть, судя по всему, если бы их было больше, можно было бы на большее количество зон как бы это активировать. Вот. Ну, и, соответственно, наверное, было бы больше диапазон какие-то такие вещи. Отличный вопрос. Их, на самом деле, не два, а три получается. Я прошу прощения, Коля, я встряну в интересах времени. Давайте, Коля, ты ответишь на Лешины вопросы, а остальные вопросы Коля перенесем на конец, чтобы Ольге тоже дать сказать. Соответственно, первый вопрос, почему это надо делать очень рано? Это надо делать как можно раньше, потому что язык развивается в первые годы жизни. И, на самом деле, уже в три года существенное замедление развития языка происходит. Не самого языка, а скорее областей мозга, которые отвечают за развитие языка, а также за нервные окончания, то есть за нервные связи, нервные волокна, которые соединяют мозг с источниками сигнала. То есть вот я упомянул, что у нас вот этих вот внутренних волосковых клеток порядка трех с половиной тысяч, вот эти вот три с половиной тысячи клеток, они образуют слуховой сигнал. Еще порядка 12 тысяч внешних волосковых клеток, которые дополнительно позволяют как бы локализовывать возбуждение. Вот, изначально, я сейчас не помню точную цифру, но количество волокон, которые соединяют, нервных волокон, которые соединяют улитку с нашим мозгом, на порядок больше, то есть гораздо больше, может, не на порядок, я точную цифру не помню. Они по ходу дела лишнее отмирают. Остается только вот эта вот та часть, которая необходима для вот этих дообслуживаний, этих трех с половиной тысяч волосковых клеток. Вот, если мозг не возбуждать, если, соответственно, не имплантировать в первое время, то и из этих трех с половиной тысяч часть не будет функционировать, они будут развиты достаточным образом. Вот, в итоге имплантация чем раньше, тем лучше. И вот пример с нашими детьми показывает, что наша дочка, сделав имплант 19, не может пользоваться им так же эффективно, как наш ребенок, который сделал раньше. Более того, как бы наш сын продолжает пользоваться в основном тем имплантом, которому было сделано два года, а не тем, который ему было сделано 10 лет. Вот. И, соответственно, если сделать имплантацию в течение первого года, вот сейчас, там, по-моему, в 9 месяцев в Америке завершено, то ребенок развивает речь нативным образом, то есть точно так же, как слышащие дети. Все равно требуется некое дополнительное занятие, стимулирование, но добиться практически такого же способа получения речи, как у слышащего ребенка, может. И достаточно большой процент детей этого добиваются. С нашим ребенком, с младшим, имплантация в 2 года привела к тому, что в киндергартен-классе, здесь в Америке у нас киндергартен – это часть школы, он пошел в специальной частной школе, потому что его речь не была на уровне, соответствующем, там, пятилетнему ребенку. Ему было 6, не соответствовало. Однако на год позже он уже был совершенно, как бы, близок по уровню. Вот. И сейчас его речь вполне нормальная, можно потом показать пару видео с его спонтанной речью. Вот. Значит, вопрос по количеству электродов. Значит, количество электродов обусловлено многими разными причинами. Вот. Кстати, потребовалось много лет, чтобы вообще понять, что электродов должно быть больше, чем 1. Вот. Сейчас есть понимание, что электродов должно быть достаточно много, там, больше примерно 8. Хотя вот есть мнение, что больше 4 для того, чтобы воспринимать человеческую речь. Делать электродов сильно больше 20 не улучшает ситуацию с точки зрения восприятия человеческой речи. Вот. И второй эффект, вот если посмотреть на эту картинку, электроды скручены в такой жгут. И на следующей картинке, не, на предыдущей картинке, виден этот жгут, собственно, на самом электроне. А, здесь не видно. Окей. Значит, если мы увеличим количество электродов, мы увеличиваем количество вот этих вот проводов, которые рядом друг с другом, и индукция, которая с одного провода идет на другой, приводит к тому, что электродов у нас больше, а информационных каналов не больше. Если мы сделаем 100 электродов, у нас часть из этих электродов будет настолько индуцировать помехи на соседние электроды, что мы все равно останемся с тем, что мы будем вынуждены разделять эти электроды каким-либо другим способом. То есть, сейчас один из производителей делает порядка 15 электродов и считает, что больше не надо. И они как бы идут другим путем. 8, по-моему, Медел делает. Не 15, а 8. Медел сейчас делает больше. То есть, вот эта вот картинка, это Медел. Вот это. И можно посмотреть, что на нем больше 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А я вот справа не вижу, фотография твоя загораживает. Вот, но их больше 8. Значит, по поводу... Отличный вопрос по поводу роста. Улитка действительно растет, но она растет незначительно. Вообще, в принципе, голова человека, голова ребенка растет не очень сильно по сравнению с тем, как растут, например, конечности. То есть, конечности у нас вырастают гораздо больше в численном отношении. Вот. Ситуация такая, что да, улитка незначительно увеличивается. Вот. Но, как бы, нам не нужно, чтобы вот этот вот, вот эта электродная решетка покрывала всю длину улитки. То есть, вот Медел, и как раз Меделовская картинка здесь, изображена Меделовская электродная решетка, они пытаются сделать длину решетки примерно сравнимой с длиной кахлея, вот там 30 сантиметров, 30 миллиметров. Вот. Однако, как бы, несколько лет тому назад некоторые производители делали, например, электродную решетку, которая делала всего лишь один, наоборот, в улитке. Вот. И этого достаточно для того, чтобы, как бы, создавать тот же самый, то же самое качество звука. Потому что реально то, что мы слышим, как высокую частоту и низкую частоту, ребенок, который с рождения имеет вот этот вот имплант, он будет слышать тоже высокую частоту и низкую частоту. Они будут просто в других местах в улитке. С точки зрения мозга это все равно. На самом деле мы можем легко взять и перевернуть и отправлять низкую частоту в верхнюю часть, высокую в нижнюю часть. Если ребенок с этим рожден, да, он это будет воспринимать, и это будет совершенно естественно. То есть реально для нас важно количество каналов, но не то, распределены они по всей улитке или нет. Поэтому можно делать имплантацию в первый год, и опыт показывает, что это гораздо лучше, чем ждать и потом делать возрастное состояние. Ну да, вопрос, да, спасибо, вы отлично ответили, я все понял. Вопрос очень хороший. Да, и да, я еще понял, что на самом деле с ростом, если она даже чуть-чуть перемещается, она перемещается очень медленно, и он, естественно, мозг подстраивается под это перемещение внутри улитки. У него не проблема вообще. Спасибо большое. Я, кстати, не знаю некоторые из аспектов роста улитки, потому что, насколько я понимаю, количество волосковых клеток, вот эти 3,5 тысячи, оно закладывается с самого начала. Более того, эти волосковые клетки не восстанавливаются, и одна из основных причин глухоты с возрастом – это то, что вот эти вот там 3,5 тысячи волосковых клеток, часть из них померла. Либо еще очень серьезный момент, и даже более распространенный, что вот эти вот 12 тысяч внешних волосковых клеток, которые создают этот вот дополнительный пуш, сдвиг мембраны, вот они вместо такой структуры треугольником в три ряда получаются более-менее хаотические структуры и перестают усиливать сигнал. И вот это вот приводит легко к 50 децибелам потери слуха. Вот количество этих клеток, оно закладывается с рождением и больше не изменяется в большую сторону. Поэтому рост улитки происходит незначительно, но это не приводит к изменению количества клеток. Ну и опять же, 3,5 тысячи клеток, а мы возбуждаем это только в 22 местах. Я прошу прощения, что прерываю. Давайте оставшись у Коля перенесем на конец лекции. Хорошо? Потому что уже долго, уже много времени. Коля, расскажешь нам про свой опыт? Ну, давайте. Я, в общем, хотела это рассказать вовсе даже не про свой опыт, а про свой опыт могу тоже немножко рассказать. Значит, давайте сначала чуть-чуть у меня вот один слайд про то, как все это развивалось. Очень по верхам пройду, даже не буду рассказывать все, что здесь на этом слайде. Но такое, значит, несколько фан-фэкс. Значит, вообще то, что слух имеет какую-то электрическую природу, это вот еще Александра Вольта около 1800 года, как, значит, многие великие ученые ставил опыты на себе, однажды засунул себе в уши электроды и подал разность потенциалов. Ну, понятно, что получил удар током, но и заодно услышал звук. И вот тогда, значит, еще вот тогда появились какие-то идеи, что электричество, вот оно звучит, что как-то связано вот это. Дальше вообще в развитии кохлеарной имплантации несколько периодов таких можно выделить. Ну, такой одноканальный период, скажем так, когда проводились опыты именно с одним каналом. Это может быть несколько электродов, но они все, значит, работали вместе как один канал. Это где-то с начала 60-х годов, ну, с 61-го года на самом деле до середины 70-х. Мультиканальный период, когда вот сообразили, что на самом деле нужно делать несколько каналов, и тогда все будет работать гораздо лучше именно в плане восприятия звука. Это конец 70-х годов. В это время несколько команд работало по всему миру. Кстати, не так много, буквально 6 или 7 команд. Из них 3 находились на западном побережье США, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско и в Стэнфорде здесь. Одна команда, две команды во Франции было в разное время, одна в Австралии, одна в Австрии. И где-то с 80-го года начинается период коммерциализации, когда, собственно, уже вот эти патенты, которые успели за это время оформить, их уже пускают вот в коммерческое производство. И здесь тоже, значит, сейчас на рынке есть три больших фирмы, которые выпускают кухлярные импланты. Они как раз появились, вот компания Advanced Bionics, она появилась из команды, которая работала в Университете Калифорнии в Сан-Франциско. Компания Cochlear, лидер рынка, появилась из австралийской команды. Компания Medel получилась из команды в Австрии. Еще имеет смысл отметить, огромная работа была проведена по именно развитию алгоритмов кодирования сигнала. Эта работа уже была поддержана NIH. Было несколько контрактов, которые в Research Triangle в Северной Каролине, вот группа Бэк-Гилсона, тоже это, ну, конец прошлого века, с 83-го где-то по 2005 год. А одобрение FDA и вообще, соответственно, когда все это пустилось, вся клеарная имплантация была разрешена вот для использования, это вот, они прямо цепочкой шли с 84-го года, когда было одобрано для взрослых, потом постепенно, в 90-м году одобрили для детей, потом постепенно снижали возраст одобрения для детей. Ну, тут еще один такой фан-фэкт, мне очень прямо радует, не знаю, не радует, даже наоборот расстраивает скорее. Две команды во Франции, которые как раз, которым принадлежат такие системообразующие результаты, да, вот одна команда, самый первый, 57-й год, Андреа Джорно и Шарля Ди, это, они, собственно, подключили, подвели электрод к слуховому нерву. Это еще не была клеарная имплантация, они подвели электрод к слуховому нерву. У них вот был такой пациент, с которым была возможность это сделать. Пациент услышал звук, то есть вот это как раз, ну, легло в основу вообще всей этой методологии в последующем. И потом еще одна французская команда тоже в Париже, они работали, это вот Клад Шуар. Они как раз запатентовали многоканальную систему, они были первые, кто сделали несколько электродов, сделали много каналов. Но и при этом именно эти две команды не, их результаты не вылились ни в какую коммерциализацию, не получилось у них там компаний на рынок вывести. А почему? А просто потому, что переругались между собой на самом деле. Вот такой вот факт. Ну, вот давайте теперь следующий слайд. Давай, Коль. Коль, переключи, пожалуйста, следующий слайд. Да, переключился. Вот, да, спасибо. Значит, вот это основные игроки на сегодняшнем рынке кохлеарной имплантации. Это, их очень мало, реально, это реально на самом деле три компании, здесь у меня их пять. Ну, вот компания Кохлеар, австралийская, конечно, имеет представительство по всему миру. У них 60% рынка где-то, в частности, вот у наших детей у них импланты кохлеар. Компания Advanced Bionics, американская, принадлежит при этом швейцарской группе Санула. Около 20% рынка у них. Компания Medel, австрийская, это то, что получилось из группы под руководством Эрвина Хохмайра в Австрии. В Инсбурге у них сейчас штаб-квартира, тоже у них порядка 20% рынка. Ну, вот 17% было в 2018 году. Еще две компании здесь я провела. Это что-то новое на рынке, совершенно недавно появившееся. Aticon, в принципе, при этом очень известный производитель слуховых аппаратов, но, датская компания, ну, вот они тоже пытаются сейчас выйти на рынок холерных имплантов. И вот эта компания Nouratron, это штаб-квартира у них в Калифорнии и Вирвайне, но при этом производство у них в Китае. То есть эта компания явно целится на китайский рынок, я так понимаю. Но реально вот эти Aticon и Nouratron это что-то совсем новое и у них очень минимальная доля рынка сейчас. Поехали дальше. Значит, дальше, что у нас вообще на этом рынке происходит? Рынок растет, ожидается, вот два обзора я нашла на эту тему сейчас, свеженьких, ожидается, что где-то в течение нескольких лет объем рынка у нас составит где-то 3,3-4 миллиарда долларов. Скорость рынка составляет порядка, чуть больше 10% скорость роста, то есть рынок растет. Среди причин роста, Коля, можно следующий слайд? Причины роста называют основные, в первую очередь, это вот просто развитие технологии кухлеарной имплантации, повышение грамотности в вопросах грамотности населения в вопросах слухопротезирования, то есть просто распространение вот этой технологии. Дальше, конечно, покрытие этих операций медицинскими страховками и государственными программами. То есть понятно, что процедура все-таки достаточно дорогостоящая, и поэтому это финансирование, оно играет существенную роль. Дальше многие, кто начали этот этап в своей жизни с одним процессором, с одним имплантом, переходят к двум сейчас. То есть все-таки бинуральный слух лучше, чем односторонний, поэтому, соответственно, рост рынка идет за счет добавления процессоров. Ну и просто вообще для детей считается, что двухсторонняя имплантация лучше, хотя вот сейчас на рынке пока доминирует односторонний, особенно взрослый. Что еще? Старение населения. Мы живем все дольше, а при этом как-то наши организмы совсем не всегда хорошо адаптированы к долгой жизни, и поэтому в общем увеличение просто вот количество пожилых людей с нарушением слуха приводит тоже к развитию рынка. Ну и просто вот развитие технологии, оно еще то есть рынок еще растет за счет добавления аксессуаров, за счет того, что новые процессоры, они все лучше и лучше, у них появляются новые какие-то хорошие фичи, в частности, например, вот последнее поколение процессоров у наших детей мне очень нравится, оно по Bluetooth соединяется с iPad'ами и с iPhone'ами, то есть как вот мы можем там беспроводные наушники воткнули и там пошли в кино смотреть. Дети то же самое делают и ничего встекать не надо, у них уже висят эти процессоры на ушах, они подключились к планшетам и пошли кино смотреть. Вот такая, соответственно, просто есть у людей потребность обновлять вот эти процессоры, чтобы добавлять вот эти новые фичи. Вот такие причины роста рынка называют. Ну и в плане географии, конечно, самый большой рост ожидается на рынке азиатском и тихоокеанском. То есть сейчас на рынке лидирует в основном, наверное, Европа все-таки, но рост ожидается именно в этом регионе, осваивается, еще не до конца освоен этот рынок, он осваивается производителями, там, опять же, много возрастного населения. Еще вот такая вещь, которую сейчас уже на развитых странах уже, в общем, даже и забыли, а на том рынке еще наблюдается эффект от длительного использования ототоксичных препаратов. Это дешевые антибиотики медициновой группы, которые, к сожалению, ототоксично влияют на слух, и, соответственно, в регионах, где долго использовались вот эти антибиотики, есть большой процент населения со сниженным слухом, с глухотой, вот такой приобретенный за счет этих препаратов, и вот поэтому этот рынок есть. Почему Россия серая? Наверное, потому что вот тот отчет, который я использовала, они даже не очень знали про Россию. На самом деле, я думаю, что Россия, по охвату, она где-то между находится, она, конечно, она лучше гораздо, чем Африка и Латинская Америка, находится она по охвату где-то салатовенькой бы закрасила. Сейчас довольно много в России уже пациентов с кахлеарными имплантами, и этот рынок сейчас растет, и имплантация поддерживается государством, есть государственные программы, и, вы знаете, я даже, честно говоря, вот порадовалась сейчас, когда мы готовились к этой лекции, изучали материалы, на самом деле, столько нового сами узнали, пока готовились. Очень мне понравился веб-сайт Лорнии в Петербурге, это один из центров кахлеарной имплантации в России сейчас, они в основном используют технологию Медел, но главное, что они очень много работы провели по реабилитации, именно по поддержке реабилитации пациентов после кахлеарной имплантации, очень у них это хорошо организовано, и в том числе такая вещь, которая, в общем, напрашивается, но сравнительно недавно начала появляться, понимаете, настройка кахлеарного импланта, по сути, для этого, все, что для этого нужно, это компьютер, и можно это делать через интернет, то есть сейчас все-таки бытует мнение, что для настроек нужно приехать специалист, и специалист подключит процессор к компьютеру и настроит, но на самом деле ничто не мешает так вот технологически мне дома взять этот процессор, подключить его к компьютеру, к интернету, а специалист подключится со своего конца и настроит, да, то есть вот эта технология до сих пор почти не использовалась, и даже мне кажется, что и а сейчас начала использоваться, и то, что ковид нас всех загнал в интернет, здесь даже ни при чем, просто вот сообразили, что в общем можно делать эти настройки через интернет, и как раз Лорнии в Петербурге вот это начал делать, и страна большая, Россия, да, пациентов много, они могут находиться где угодно, и если ради операции там можно куда-то и прилететь в какой-то крупный город и сделать операцию, то потом в общем-то ради каждой настройки совершенно не обязательно можно делать через интернет, и вот они это делают, и это меня очень радует. Вот, ну давайте или есть еще вопросы по рынку и по технологии. Нет, ну тогда значит давайте про реабилитацию. Реабилитация на самом деле это это прямо это так же важно, как грамотно провести операцию и так же важно, как собственно сама технология по вот и по нашему опыту и по опыту всех, кто через это прошел. То есть что касается самой операции мы немножко уже поговорили, то есть в принципе операция достаточно ну не очень тяжелая, сейчас уже проводится часто амбулаторно, восстановительный период составляет несколько дней, но собственно подключение процессора обычно проводят ну в течение месяца после операции, где-то через 3-4 недели просто для того, чтобы внутри пулитки тоже все это зажило, отеки спали и так далее. Как правило эту настройку кохлеарных оплатах проводят в несколько сеансов, постепенно увеличивая громкость на вот всем частотном диапазоне. А дальше начинается собственно большая работа по реабилитации именно слуха, по восстановлению слуховой функции или по обилитации слуха, если его не было. Выделяют несколько этапов в этом процессе, вот они здесь на этом слайде перечислены, ну то есть начинается эта работа обычно просто с обнаружения есть звук или нет звука, вот здесь звук есть, здесь нет, это человек, который никогда не слышал или который когда-то слышал, но потом перестал слышать, фактически этому надо учиться заново. Дальше начинается переход различий между, обнаружение различий между акустическими сигналами. Это тихий, это громкий, это высокий, это низкий, это долгий, это короткий. Вот на таком уровне идет работа. Дальше постепенно переходим мы к распознаванию, вот это человек говорит, это речь, а это какие-то бытовые звуки, не знаю, вода из крана течет, чайник шумит, что-то такое. И вот так постепенно, постепенно добавляя сложность в процессе вот этой реабилитационной работы, слуховой работы, мы приходим к опознанию отдельных слов, потом предложений, предложений, и в конце концов выходит пациент на уровень понимания речи, понимания такой слитной речи, беглой речи, в том числе и совсем уже высший пилотаж это понимание речи в условиях каких-то помех, в условиях шума. Что интересно здесь, что вот этапы примерно одинаковые для всех пациентов после кохлеарной имплантации, но скорость прохождения этих этапов она очень сильно отличается. То есть поздно оглохший взрослый человек, то есть если вот человек во взрослом возрасте потерял слух и с помощью кохлеарной имплантации пытается слух как-то вернуть, бывают случаи, что прямо сразу после активации при первом же подключении уже могут опознавать отдельные слова и буквально после второй настройки уже понимают речь. Рассказывают пациенты, что эта речь звучит не совсем так, как было привычно с обычным слухом, немножко электронный звук, но в принципе достаточно быстро адаптируется. А гораздо сложнее ситуация с глухими с рождения, с теми, кто никогда звуков не слышал, не умел их распознавать. Вот здесь, конечно, это идет очень большая работа, требуется для того, чтобы научить мозг эти звуки распознавать. И вот здесь давайте мы на следующий слайд пойдем. Здесь тут еще что надо понимать, что вот эта настройка кахлеарного импланта это такой интерактивный достаточно процесс. То есть аудиолог добавляет какой-то звук, ну или просто подает звук на процессор и от пациента требуется какая-то реакция. Пациент должен сказать, что да, я это слышу или нет, я этого не слышу. Или я это слышу, мне комфортно, или я это слышу, но мне слишком громко. То есть требуется какая-то обратная связь. И опять, значит, когда у нас пациент взрослый или когда у нас может быть пациент ребенок, но уже с которым как-то можно взаимодействовать, который понимает какой-то способ взаимодействия. То есть может быть можно написать, может быть можно на жестовом языке сказать. То есть тогда вот это взаимодействие налаживается достаточно быстро и настройка проходит быстро. Гораздо сложнее ситуация с прелингвальными детьми, с маленькими детьми, совсем с младенцами, потому что ну вот он что-то слышит, но нам про это не говорит, мы про это не знаем. И соответственно аудиолог выдает сигнал и приходится просто следить буквально за реакцией младенца вплоть до того, что за расширением зрачков следят. То есть если вот в принципе есть такой эффект, что мы когда слышим звук, у нас еще глаза реагируют, а он не произвольный. Есть такой момент. Ну и при этом вот эта реабилитационная работа для прелингвальных детей реально она начинается еще до кахлеарной имплантации с ношением слуховых аппаратов просто перед операцией в течение нескольких месяцев, чтобы хоть как-то уже начиналось, мозг начинал воспринимать звуки, тренироваться. Ну и то, что вам любой родитель глухого ребенка слухопротезированного расскажет, это условно-двигательный рефлекс, это то, что мы все знаем, прямо сокращение вот этого ДР, это ну это простая игра такая, в которой удобно, когда ребенок понимает правила этой игры. По сути, это именно выработка какого-то движения в ответ на звук. То есть даем ребенку не знаю, ведро с цветными мячиками и дальше вот держит ребенок этот мячик, услышал звук, бросил мячик. Не услышал звук, держит мячик, не бросил. Вот обучить ребенка вот такой простой игре на каких-то очень громких звуках, которые он может слышать еще до имплантации, очень помогает потом собственно в том, чтобы провести быстро какие-то предварительные настройки, ну вот самые первые настройки, когда еще нету понимания речи и трудно взаимодействовать с этим ребенком. вот такая ситуация. Ну и при этом понятно, что опять же, когда мы имеем дело с прикохлеарной имплантацией с послингвальными взрослыми и с послингвальными детьми, то на самом деле наша задача основная это именно восстановить слуховую функцию. А когда мы работаем с прелингвальными детьми, то есть это как раз как была наша ситуация с младшим ребенком, задача не только восстановить, ну обучить слуховому восприятию, но задача собственно обучить речи. Ну и вот есть немножко так статистики такое, что обычно восстановление, вот реабилитация слуха у детей занимает где-то полтора-два года. А реабилитация, ну или даже абилитация уже речи от пяти. То есть вот это как раз примерно то, что Николай рассказал про нашего владшего ребенка, что вот он в возрасте там шести лет в киндергартен он еще как-то не не мог пойти в массовую школу совсем, чтобы быть там полностью интегрированным. А вот в первый класс он уже как раз смог, вот ему было там шесть лет, семь, а операцию сделали в два года. Вот как раз эти пять лет, после которых он уже смог влиться в массовую школу совершенно без проблем. Можно комментарий по поводу реабилитации. Да, конечно, товарищи. С реабилитацией интересный момент. В России кокулярная имплантация закупается вместе с реабилитацией после этого. И когда наш ребенок получил, сделал операцию в Москве, то к этому был некоторый пакет после операционной реабилитации. Здесь, например, в Америке такого пакета фактически нет. То есть есть только сама операция, и после этого родители должны более-менее делать что-то самостоятельно при гораздо большей стоимости самой операции. То есть как бы есть разные схемы, как это реализовывается на разных рынках. Так, ну что, вопросы еще есть или или вопросов сейчас пока нет? Мы закончили? Ну нет, значит, мы не совсем закончили. Значит, у меня тут есть еще несколько слайдов таких вот мифы и реальность. Это такие дискуссионные очень слайды. То есть я почти уверена, что вот после того, как я пройдусь вот по этим мифам, вот тут как раз вопросы будут. То есть я скорее именно по предыдущему материалу, если вопросы есть. Есть вопрос про обратную связь. А есть ли какие-то технологические способы получения обратной, скажем, снятия сигнала там, ну, с головного мозга, условно говоря, есть же не обязательно такие инвазивные, которые внутрь надо что-то или МРТ делать, а ей же просто снимает излучение мозга, сверху шлем, условно говоря, одевают и смотрят, что происходит. Есть такие и, собственно, вообще при вызванные потенциалы, это называется измерение вызванных потенциалов, обычно делают перед как раз, когда вообще решается вопрос о том, показаны ли икохлеарные имплантации или нет и вообще слышат ли младенец или нет. То есть это именно применение к младенцам, когда мы имеем дело с человеком, который не может сам сказать нам ничего. Да, конечно. Можно я прокомментирую? Есть этот метод, он используется, но он не годится для настройки. Ну, во-первых, просто это сложно, требуется же, этот метод он требует, чтобы пациент фактически находился в покое, чтобы он спал, чтобы он не двигался. А настройка кохлеарного импланта, наоборот, она требует как бы определения комфортных уровней, чтобы человек слышал и чтобы ему было удобно и без обратной связи, это сделать очень трудно. У нас просто другая задача. Для того, чтобы настраивать кохлеарный имплант, нужно не факт того, что мозг получил информацию, а факт того, что мозг эту информацию получил и способен обработать. поэтому на этом этапе, на этапе настройки кохлеарного импланта, абсолютно не нужно измерять токи, которые возникают в головном мозге. Они более-менее известны, что они уже есть. И что они есть при практически любом возбуждении. Важно, чтобы мозг смог это обработать. Поэтому здесь обратная связь просто абсолютно необходима. Вот. То, что только сказал, измерение токов происходит у младенцев, например, нашего младшего ребенка, поскольку мы уже как бы предполагали возможность проблем со слухом, то он там в возрасте пары месяцев, я думаю, два или три месяца ему было. Соответственно, проводился именно такой анализ того, слышит он или нет, измерялись наведенные токи. Потому что никакой реакции от двухмесячного ребенка ни на какой звук получить невозможно. Но он это вот, то есть получил он информацию или нет. И еще одно небольшое добавление с этим связанное. Я упоминал, акустическую эмиссию, то есть это достаточно интересная технология, мы разговаривали про вот эти вот волосковые клетки. Интересная ситуация, что поскольку эти волосковые клетки вибрируют, то возможно наоборот создание звука, исходящего из улитки. То есть обратная ситуация. Если мы подойдем туда звук, волосковые клетки начнут вибрировать, получатся электрические импульсы. Если волосковые клетки просто будут вибрировать, то они обратно будут создавать звук тем же самым процессом, просто реверсивно. И с помощью этого собственно проводится анализ новорожденных детей, а слышат ли они или нет. То есть измеряют как просто естественный звук, идущий из улитки, так и просто индуцируют какой-то сигнал на улитку и смотрят, есть ли ответ. Вот. Но опять же, это все технологии, позволяющие понять, слышит человек или нет, но не позволяющие настроить импланты. Можно технические вопросы? Вот если там, ну не надо, не обязательно перекручивать слайды, но там был слайд, где все это устройство показывалось, там в конечном итоге все в мозг уходит по нерву, правильно? Вот. То есть фактически через улитку мы все равно проходим через какое-то промежуточное устройство. А если напрямую пойти по нерву, как сейчас нейролинк делает, показывал, вот Маск недавно, напрямую через нервы, ну и вот эти же самые декодеры, кодеры запустить туда. Не будет ли это более, ну, естественно, не более простым, безусловно, более сложным, но более эффективный вариант, потому что через нервы мы можем подавать больше сигналов и, в общем-то, уже не будем ограничены теми диапазонами, которые вы говорили. Если уж дальше про это говорить, то это, наверное, будет какая-то суперспособность, то есть на самом деле, потому что внешне эти устройства можно уже на другие частоты, которые нормальный человек не улавливает, настроить и, в общем, передавать их в мозг тоже. Ну, во-первых, на самом деле мы напрямую стимулируем нерв. То есть мы просто подходим к этому нерву внутри улитки, мы заходим вот под эту базилярную мембрану снизу, вот эта область, которая на картинках была снизу, которая называется там барабанной лестницей, но прямо туда заслон жгут электродов и прямо туда же касаются нервные окончания слухового нерва. То есть электрические импульсы, которые электродная решетка туда поставляет, они фактически абсолютно не используют ничего из существующей системы внутри улитки. Все, что я рассказывал про улитку, это то, как оно работает на самом деле, вот, но при этом кохлеарный имплант не болтает эту базилярную мембрану, он не делает ничего, он отправляет импульс напрямую, стимулируя нерв, слуховой нерв. При этом слуховой нерв, он имеет множество отдельных волокон, которые идут к этим трём с половиной тысячам волосковых, внутренних волосковых клеток. И, соответственно, мы просто стимулируем разные волокна этого слухового нерва. То есть, с этой точки зрения эта технология, хотя находится полностью снаружи очередной коробки, и это не является как бы имплантированным головного мозга, мы, тем не менее, стимулируем напрямую нервное окончание. Здесь основной момент, что с помощью улитки мы находим интерфейс, который очень просто использовать, чтобы посылать сигналы в головной мозг напрямую. Причём этот интерфейс линейный, вернее, логарифмический, мы точно знаем уже его логарифмическую структуру. Если мы возбудим вот здесь, это соответствует этой частоте. Мы сдвинулись там на какое-то расстояние, то будет другая частота, и мозг это точно получит. А в итоге действительно у нас такая проблема, что если у нас идёт деградация слухового нерва, то вся наша замечательная кохлеарная имплантация не работает. То есть, тогда нам нужно идти куда-то и искать либо этот слуховой нерв где-то глубже, либо пытаться залезать напрямую в мозг. Реально об этом скорее сейчас мечтают, нежели делают. Потому что в мозг мы залезть не можем на черный ящик. В той или иной степени. То есть, недостаточно хорошо понятно, как он там работает. А вот интерфейс работает понятно как. Мы туда и лезем. То есть, улитку мы используем исключительно как хорошее место туда залезть. Потому что мы поняли, как она работает. Ага, хорошо, спасибо. Все равно, извините, если взять, ну хорошо, интерфейс мы знаем, а вот внешнее устройство это все равно можно сделать на других частотах, чтобы ловило, просто передавало, ну, как бы, понижать частоты, да, ну, то есть, чтобы улавливать то, что киты слышат, но при этом передавать на то, что мы можем понять. Это теоретически возможно, но это лишено практического применения. то есть, наша задача... можно, мы будем улавливать штуки, ты слышишь, мы другую задачу решаем. Не, это понятно, это естественно, но просто интересно технически мне. Это, это интересные вопросы. На самом деле, я наблюдал, как аудиологи настраивают, соответственно, процессор моего ребенка. И вот они берут с помощью программы, настраивают этот процессор, что ребенок начинает слышать с 10 дБ. Я спрашиваю, почему мы, почему они не сделают, чтобы он начал слышать с нуля децибел, это же типа круче. На что ответ? Можно сделать, что будет с нуля децибел, можно сделать, что ребенок будет слышать лучше, чем мы, слышащие. Но, это не приведет ни к какому улучшению с точки зрения восприятия речи, восприятия звуков, потому что на этих частотах точно так же существуют шумы. И, делая порог слухов 10 дБ, приведет к тому, что ребенок будет слышать кучу мешающих шумов и перестанет слышать речь. То есть здесь, на самом деле, задача стоит другая. Да, то, что вы предлагаете теоретически, практически можно реализовать, но не будет необходимого эффекта. И маленькие замечания. Это было очень забавно для нас. Когда наша дочка сделала себе операцию, у нас был как таунхаус, как бы, двухэтажный апартмент, и, соответственно, у дочки комната была на втором этаже, а под ее комнатой была кухня. Вот. И когда она сделала себе это имплантирование, она, там, типа, когда ее подключили, она стала прибегать вниз и спрашивать, что это такое. Оказывается, звуки в кухне, просто включение воды, там, какие-то еще шороки, там, металлические предметы, ударяющиеся один в другой, они, она их стала слышать, там, наверху, она, в принципе, не может понять, что это такое, и это мешает. То есть, как бы, здесь, на самом деле, из-за другой задачи получается поиск другого баланса. Ну да, можно сделать, как и ты, пожалуйста. Микрофон, поставить микрофон получше, и все. Спасибо. Можно еще один вопрос про ототоксины. Интересная вещь, как это вообще связано с антибиотиками, подавал ли кто-нибудь в суд против этих, против антибиотиков, которые оказались действовать плохо на слух. Это вообще распространено только в развивающихся странах, в каких странах эти ототоксины больше всего влияют на население? Ну, я думаю, что, ну, давайте, я, значит, что-то скажу. Я почти уверена, что в Америке в суд подавали. Просто вот, поскольку вообще в Америке подают в суд на все, что угодно, да, то я уверена, что в Америке в суд подавали, но я уверена также, что эти препараты уже очень давно в Америке не применяются. Значит, из нашего опыта в нашем детстве, то есть вот там мое детство, это 70-е годы, были, синтемицин, по-моему, назывался препарат, вот он был антибиотик. Сейчас нет. Это именно вот, то есть я, я даже вот тогда, когда столкнулись вот с этой проблемой со слухом, вот тогда вот сразу прямо было избегать вообще любой препарат, который кончается, но медицин, вот прям вот это вот избегать. Но поскольку, значит, в Советском Союзе, соответственно, да, применялись активно, вот, 60-е, 60-е годы. Подавали ли там в суд? Да нет, конечно. Ну, не та страна была. Какой механизм связи вот эта антибиотика и влияние на субь? Какой механизм связи не знаю, но на самом деле я могу немножко... Убиваются вот эти нервные клетки, волосковые клетки убиваются. То есть у нас одно из самых вот в этой замечательной системе, которая позволяет нам слышать и различать частоты, самая как бы наименее защищенная часть это волосковые клетки. Проблема в том, что по какой-то причине, то есть в принципе даже есть понимание по какой, волосковые клетки не восстанавливаются. То есть если клетка умирает, она не восстанавливается совсем. У нее может быть много причин гибели, вот. В частности электрический сигнал может убивать клетку, соответственно, перевозбуждение. Вот. Механический, то есть громкий звук действительно, то есть вот как бы когда я был маленький, я не понимал, что почему же человек, так сказать, с возрастом будет терять слух. Казалось бы, типа я послушаю очень громкий слух, ну и через там несколько минут слух восстановился, все нормально. На самом деле громкий звук может убивать часть этих, разрушать. Просто эта волосковая клетка, например, сжимается и все, и больше не разжимается. То есть есть разные вещи. Или волоски у нее, вот есть даже под электронным микроскопом сделанные фотографии, что эти волоски просто в разные стороны показывают и больше не работают как, собственно, способ открывания и закрывания доступа ионов калия внутри клетки. Вот. Это достаточно легко испортить, поэтому как бы это либо токсины, которые попадают во внутреннее ухо и просто тупо вместо убивания каких-либо там бактерий убивают рабочую, здоровую клетку, волосковую клетку. А восстановления нет. Поэтому как бы если часть вымерла от чего-то, то все, слух теряется. Это сильно отличается от того, как многие токсины действуют на другие клетки нашего организма, которые убивая часть наших здоровых клеток, мы это не замечаем, потому что они просто восстанавливаются. Вот здесь они не восстанавливаются. У Нугуши есть вопрос, а потом я следующая, пожалуйста. А, да, спасибо, Маша. У меня вопрос в продолжении, наверное, вот Лешиного вопроса по поводу диапазона, на что Коля ответил, что оптимизировано сейчас для слышания именно человеческой речи. Но можно ли ожидать в будущем вот суперфичи, такой, которую, в принципе, наверное, уже можно было бы реализовать, типа той, о которой вы рассказывали, что там с Bluetooth теперь можно подключать разные гаджеты, что, например, простой перенастройкой на собственном мобильном телефоне можно, придя в лес, скажем, когда не стоит задача слушать человеческую речь, научиться слушать, я не знаю, птиц, научиться слушать природу или океан, или там изменить диапазон слушания музыки, то есть получить такой суперслух, настраиваемый самим человеком под собственные нужды, ну, под обстоятельства. Вопрос понятен. Ответ на него есть, состоящий из двух частей. Первое, такое уже существует, соответственно, процессор может иметь несколько программ. Обычно их немного, две, три, четыре, в зависимости от производителя. Соответственно, эти программы можно переключать. И наши дети программы переключать умеют, однако они вот такой функциональности переключить на программу для, там, типа условно леса не пользуются вообще. То есть, по большому счету, с точки зрения удобства, они пользуются одной программой и они хотят, чтобы, если они подключаются по блютусу, программа сама переключилась на другую. Вот. Второй момент. На самом деле, хоть кохлеарная имплантация восстанавливает слух или там не восстанавливает, а его создает, она, тем не менее, настолько сильно далека от нормального, скажем так, здорового слуха, что говорить о том, что это будет супер-поуэрс, очень тяжело. Все ж таки, у нас 3,5 тысячи вот этих вот внутренних волосковых клеток и 12 тысяч внешних волосковых клеток. Вот они нам создают весь диапазон нашего там, звукового восприятия. Имплант делает 20 каналов, да, там, плюс-минус. То есть, это вместо там 3,5 тысяч 20, это неполноценная замена. Поэтому даже если мы сможем сделать, то есть, мы можем сделать так, что по частоте будет больше диапазон, мы можем сделать так, чтобы по громкости, по амплитуде будет больше диапазон. Вот. Но мы не можем добиться как бы качественного улучшения слуха по отношению к человеку. И это скорее всего кахлеарная технология в принципе не сможет добиться никогда. опять же, вот уже был вопрос по поводу количества электродов, почему не сделать. По-моему, Алексей его задал. Почему не сделать там 100 электродов? Но мы не можем это сделать. У нас чисто размер отверстия, через которое мы это засовываем, оно чуть больше миллиметра. Там, может, 2 миллиметра. Вот жгут проводов, которым мы туда засовываем, этим ограничен. И все, интерференция между проводами ограничивает нас достаточно сильно. вот, то есть это как восстановление слуха для того, чтобы общаться, чтобы разговаривать, чтобы жить полноценной жизнью. да, это работает, но стать как бы суперсуществом и слышать за многие там сотни километров как кит у нас не получится. Машка, спрашивай, а потом можно предложить Ольге договорить, если она... А я, собственно, вот ее и хочу спросить. Если можно, расскажи, пожалуйста, два слова про Наташку. Как она... как она... может быть, давай я все-таки договорю, вот, закончим уже лекционный, а потом мы уже расскажем про Наташку и про Костю и можем даже... Хорошо, я хочу... Да они вот тут, по-моему, играют в морской борис. У меня вопрос про социальную адаптацию и про то, в каких конкретно примерах это выражается и как это имеет... какую роль это играет для ребенка и как это... как это... Вот мы сейчас поговорим про мифы и вот к этому... Мифы, 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 мифы. Да, вот мне вот это интересно. Спасибо. Ну, давайте, значит, я обещала еще, в аннотации обещала немножко этих мифбастерс, да, вот они у нас тут есть, выписанные. Прямо вот по пунктам немножко пробежимся. Первый такой миф, что коклеарная имплантация это очень дорого. Ну, да, это недешево, если это делать за свой счет. И при этом стоимость сильно зависит от страны, где делать, да. То есть, там, вот опять же, в США, где стоимость медицинских процедур находится в абсолютном отрыве от себестоимости этих процедур. Наверное, да, это очень дорого. Но я знаю людей, которые в России делали эту коклеарную имплантацию на случай. Но мы можем цифры назвать. Что? Мы же можем цифры назвать. А, цифры, да, значит, коклеарная имплантация в России в 2000... Вот те случаи, которые я знаю, это 2005-й примерно год стоило 2 миллиона рублей по тем деньгам. Коклеарная имплантация в тот момент в Германии бинауральная на два уха. То, что нам... Сколько нам называли? 50 тысяч евро? 70. Нет, у них было 70 тысяч евро, но это на два уха и, соответственно, на одно было порядка 50. Вот. Но это... Но еще можем сказать, что у нас тут... Да, а здесь вот дочь делала операцию здесь в Стэнфорде, и когда мы получили этот explanation of benefits, там сумма была что-то такое за 200 тысяч долларов это уходило. Но это explanation of benefits, понятно, что там страховка покрыла большую часть этого. Но в целом все больше и больше эта процедура покрывается страховыми компаниями или государственными программами. Причем покрывается часто не только сама хирургическая часть и процессор, и имплант, но покрывается и дальнейшее иногда обслуживание, гарантийный ремонт и вплоть до батарейки. Вот сейчас у нас там не суперстраховка, но в принципе такая обычная кайзер, которая там батареечка... Ну, здесь само hardware стоит в пределах 10 тысяч. Все остальное это сколько хотят за surgery и так далее. Вот. В частности, опять же, в США ситуация, что Medicare и Medicaid эту процедуру покрываются. Дальше, значит, следующее такое распространенное заблуждение, что кохлеарная имплантация это только для детей с рожденной глухотой. Ничего подобного. Очень много, то есть около половины пациентов с кохлеарной имплантацией это взрослые люди, ну, как правило, это как бы те, кто потеряли слух уже во взрослом возрасте. То есть люди, которые всю жизнь жили с глухотой и в глухой культуре и разговаривают на жестовом языке, они, как правило, как бы эту процедуру не делают и, в общем-то, им не надо и они даже и сильно кросят. Но взрослые, которые потеряли слух в результате какой-то болезни, каких-то возрастных изменений, каких-то травм, их много. И которые проходят эту процедуру и таким образом возвращают себе какую-то возможность слышать. Их много. Вот то, что звучало сейчас, что операция кохлеарной имплантации очень распространенное заблуждение, что это операция на морге. Нет, операция кохлеарной имплантации это не операция на мозге. Она к мозгу в общем близко не подходит. И в целом, как мы уже сказали, операция чисто с хирургической точки зрения, она считается достаточно легкой. И через несколько дней пациент возвращается к обычной жизни, хотя, ну, вот несколько дней все-таки, да, она идет восстановительный период. Есть такие мнения, что, ну, кохлеарный имплант это электроника. Электроника быстро устаревает. Вот сейчас там, не знаю, телефоны меняем каждый год. И что же я, значит, если я сейчас сделаю вот эту кохлеарную имплантацию, то там, через пять лет я буду выглядеть, как, я не знаю, как там, катушечный магнитофон, да, когда мы уже компакт-диски перестали использовать. Значит, здесь ситуация такая, что внутренняя часть имплантированная, она, ну, by design, она вот так сделана и так разработана, чтобы ее менять не пришлось в течение жизни пациента. В частности, вот я тут немножко привела статистики, серия имплантов кохлеар, вот это вот, CI22M, которая на рынке с 1986 года. Вот спустя 34 года у нее показатель надежности 90%. Более новая серия, вот 2005 год, как раз у нашего младшего ребенка вот такой имплант стоит, показатель надежности 99%. То есть за 15 лет только 1% вот этих имплантов, что-то с ними случилось, пришлось переимплантировать. Причем это включая механические повреждения за счет некорректных действий самого пациента. То есть, типа ударился головой и имплант сломался. Это тоже включено вот этот 1%. И, соответственно, а внешнюю часть, ну, ее не так трудно поменять, и ее регулярно меняют. То есть вот за те 10 лет, что кохлеарным имплантом пользуется наш младший ребенок, у него уже три процессора он поменял. То есть внешняя часть, она, ее не трудно поменять. давайте, давай, Коль, следующий слайд, пожалуйста. Там у нас дальше еще будут мифы. Ну, такие про возраст, да, я слишком старый, чтобы делать вот эту кохлеарную имплантацию. И альтернативное мнение, что мой ребенок слишком маленький, чтобы делать кохлеарную имплантацию. Значит, опять же, в силу того, что операция достаточно легко переносится пациентами, да, она требует общего наркоза. Вот только это. Но есть пациенты, которые получили кохлеарную имплантацию в возрасте до 80, и до 90, и даже вот 102 года. Такой вот есть факт. И с детьми, ну, тоже мы уже немножко про это поговорили. То есть в Америке есть одобрение FDA с 9 месяцев. В Европе, мне, кстати, кажется, что даже раньше. И мы просто знаем семью, которую младшему ребенку сделали имплантацию в 6 месяцев. Прекрасно развивается ребенок, отлично разговаривает сейчас. Вот. И по статистике, чем раньше сделать, тем лучше результат. И вот единственное, что надо, ну, вот эти ограничения по возрасту минимальны, они связаны как раз с тем, что нужно все-таки, чтобы вот улитка, ну, как-то доросла до какого-то размера такого разума. Ну, и общий наркоз. Ну, и общий наркоз, конечно. с кохлеарным имплантом нельзя заниматься спортом, есть такое мнение. Ну, тут, что мы можем сказать, что как раз, что хорошо бы избегать ударов головой, ударов вот по этому месту, где кохлеарный имплант. Поэтому, да, там заниматься американским футболом действительно не стоит с кохлеарным имплантом. Но с другой стороны, ну, вот наши дети, дочь играет в баскетбол, играет в волейбол, младший сын тоже играет в баскетбол, катается на велосипеде, на уницикле. Ну, не сказать, чтобы там он там суперспортивный какой-то, но ведет достаточно активный образ жизни. То есть, в общем, ну, и, конечно, бесконтактные виды спорта вообще прекрасно. Занимайтесь на то. Вот, значит, такое распространенное тоже очень заблуждение, что с кохлеарными имплантами нельзя летать на самолетах, нельзя проходить через рамки безопасности, через вот эти security. Причем, это такой даже странный момент, даже люди, которые, в общем, трезвомыслящие, вот, вроде нас, которые даже и физики, и мы все понимаем, а все равно иногда хочется как-то поберечься. Вот есть такое даже присутствует у нас тут. Но, в принципе, значит, считается, что металлические части, вот, то есть, сам кохлеарный имплант и процессор в рамках металлоискателей, ну, они могут звенеть просто потому, что там есть металлические детали. Честно говоря, вот этого мы ни разу не слышали. Сколько мы ходим через все эти рамки, ничего не звенит. Но при этом иногда, вот, иногда бывало такое, причем сын, по-моему, нам ни разу такого не говорил, а дочь вот говорила, что иногда шорох какой-то слышен, когда проходишь через вот этот метал. То есть вот это то, что был вопрос про наведенные токи, то есть вот иногда такое что-то присутствует. Костя тоже об этом говорил, просто ему это абсолютно безразлично. Ну, да. Мало ли что. У него в мире столько происходит за эти пару минут, пока его там проверяют в рамке, что ему не до каких-то дополнительных шумов. Гораздо много, больше всяких других интересных вещей. Вот. А рентгеновские рамки, вот эти вот вращающиеся, которые сейчас, в общем, везде во всех аэропортах появились вместо магнитных, они совершенно безопасные, то есть здесь даже и не надо ни процессор снимать, чтобы там через эту рамку пойти. Но единственное, что опять же, процессор видно в этих рамках, то есть когда вот там у сотрудника безопасности на экранчике там появляется такой зеленый человечек и красным цветом помеченной области, в которых взрывчатка спрятана или там еще что-то, то вот эта область в районе уха у наших детей, она подсвечена красным. Ну, обычно мы совершенно без проблем это все проходим, но процессор можно показать, если спросят. А кроме того, собственно, есть у каждого пациента после кохлеарной имплантации есть специальная ID-карточка, в которой написано, что такой-то у него кохлеарный имплант, поэтому, значит, да, он может. Не, Оль, ну на самом деле мы неспокойно проходим, мы обычно просим, чтобы костью проверили просто руками. Да, и это как раз на самом деле это не требуется с точки зрения именно безопасности для системы или безопасности для ребенка, но поскольку у нас есть такая возможность, то мы просим ручной контроль, и ребенок проходит в обход всех рамок через ручной контроль. Ну, это в принципе, ребенок от этого получает скорее уложительные эмоции, потому что он с ними как-то... Дополнительное внимание придет другой сотрудник безопасности, с ним поговорит о чем-то, что-то новое произойдет. То есть, в общем, я говорю, что здесь и даже мы, и даже вот там физики, выпускники физтех, нам не чужды какие-то вот предрассудки, но при этом мы стараемся для ребенка тоже какой-то дополнительный фаз организовать, когда такая возможность. значит, миф, который распространен среди людей далеких очень от проблемы, что, а вот я слышал, можно сделать операцию и вылечить глухоту, перестанет быть глухим. Гоша, не знаю, если ты помнишь, сто лет назад, когда Наташке поставили диагноз, ты с таким прискорбным видом говорил, а операция возможна? Тогда была невозможна, сейчас возможна, но операция все равно, значит, глухим быть не перестанет. Слышать будет, но надо понимать, что хлярный бланк это все-таки протез. Он очень качественный, но это протез. И, соответственно, ну вот, вот наша дочь не слышит будильник, да, вот она буквально, ну не слышит будильник. И от того, что у нее есть хлярный имплант, она будильник слышать не начинает. Соответственно, приходится как-то там выкручиваться на вибрирующие будильники, там сверкающие будильники, там будильники, которые переворачивают кровать, поливают водой, там разные есть, всякие есть. Ну, и к тому, что человек остается глухим с этим имплантом. Очень, значит, вот это соотношение сигнал-шум, то, про что Коля говорил. Человеческое ухо здоровое гораздо лучше вычленяет именно речевые сигналы в шумной обстановке. К сожалению, вот кахлеарный имплант при всех технологиях, которые сейчас есть по обработке звука, вот с этим справляется очень плохо. Поэтому общаться в большой компании, когда там много народу сидят за столом, когда 30 человек говорят одновременно и каждый о своем, а вот в такой обстановке человеку с кахлеарным имплантом общаться крайне сложно. То есть глухим он быть не перестает в этом смысле. Хотя, конечно... Можно я добавлю немножко на эту тему? Есть более-менее стандартизированный тест, когда человек слышит мужской голос, вот, и фоном шесть женщин разговаривают между собой. И, соответственно, соотношение фона вот этого громкости этих женщин увеличивается, громкость мужчины уменьшается. Типичная ситуация, что если это native speaker, то есть если этот мужчина разговаривает на том же самом языке, что и слушающий, то человек обычно способен понимать этого мужчину, даже если его громкость будет там на 1-2 децебела ниже громкости женщины. Если соотношение сигнала этого мужского голоса будет хуже, чем 1-2 децебела, минус 1-2 децебела по отношению к шуму голосу женщин, вот, то обычно человек понять это не может. Когда Костя был в частной школе здесь, в Redwood City, вот, где примерно 30-40 детей, то аудиолог этой школы провела тестирование нескольких детей в школе, сделал тот же самый тест с ними. Костя, наш сын, сделал этот тест достаточно плохо, то есть ему потребовалось порядка 15 децебел, голос мужчины должен быть громче, чем голоса женщины. Вот, типично для имплантированных считается, что это порядка 10 децебел должно быть. То есть для свыщего человека это минус 1-2 децебела. Но что удивительно, несмотря на то, что типичное 10 децебел, было несколько детей, у которых вот этот вот тест показал существенно лучшие результаты, чем у слышащих. То есть в принципе в среднем технология не позволяет так же хорошо выделять сигнал по отношению к шуму, но однако как бы колокольчик вот этих вот результатов достаточно широкий и даже на небольшой выборке детей в этой школе было несколько детей с гораздо более лучшим результатом. Вопрос. А всякий искусственный интеллект же теперь, может быть, умеет вычленять голос основного говорящего из шума? Это известная задача вообще в искусственном. Но здесь же не вопрос искусственного интеллекта, здесь же вопрос поценить телефон и все обсчитать. Я могу сострять просто. Этой проблемой занимаются знакомые здесь в Ванкувере. Собственно говоря, да, при помощи искусственного интеллекта. Я как раз сейчас об этом думаю. Фишка в том, что да, вот эта проблема коктейльная там она решаема и скорее всего будет. Просто вопрос, как у них решение на мобильном телефоне. То есть ты как бы ставишь и показываешь на собеседника и там и видео используется и аудио и они вычленяют нужный тебе аудиосигнал. Просто вопрос, как передать его с телефона вот на ваше устройство. Потому что сейчас они используют для этого вот такие наушники, да, а вот если была бы возможность как-то соединить, то наверное она бы сработала. Но это возможность уже есть. А вопрос, как узнать, кто говорит, на кого телефон повернуться. Вот кого ты хочешь услышать, а вот ты показываешь. Если я знаю, кого я хочу услышать, я этому человеку дам выносной микрофон блютусный и с ним поговорю. То есть есть аксессуары к коклеарным агентам, которые... Есть FM-система, которая... И FM-система, которая... Ребенок в школе... И FM-система тоже. Коль, поставь, пожалуйста, на мьют, когда ты там разговариваешь. Слушай, у меня мышки нет, мне очень трудно поставить на мьют. То есть она есть, она пропадает, когда я делаю эту самую... Когда ты делаешь презентацию. Криншеринг, да. Значит, у учителя FM-система, которая напрямую передает сигнал на приемнике, которые подсоединены к коклеарным импланту. Вот это FM-система показывает. Это такая, ну, как тоже, как мобильный телефончик выглядит, такая штучка с экранчиком. И, соответственно, в классе, в шуме, когда там дети стоят на ушах и, не знаю, все орут, ребенок слышит только учителя. То есть вот эта простая технология, она, кстати, используется и для слуховых аппаратов, не только для коклеарных имплантов. И вот сейчас когда у нас все школы ремонт, да, все на удаленке, соответственно, ребенок сидит с компьютером, к компьютеру просто обычным ауксовским кабелем подсоединяется вот эта FM-система. И это тоже работает фактически как наушники. То есть мы сидим с ним в одной комнате, я работаю свою работу, он учится в своей школе, я не слышу, что делает он, он не слышит, что делает я. Вот я сейчас включу эту FM-систему, и ребенок тут же стал слышать меня через эту FM-систему, потому что он настроен. это называется мини-майк, вы видите, в сравнении с моей рукой, она немножко большая рука, но тем не менее. Вот она просто вешается и выполняет те же самые функции. В школе у них есть вообще такой микрофон, который Pass Around микрофон, который они передают дети друг к другу. Вот. Кроме того, если насчет телефона, то айфоны напрямую по блютусу передают сигнал прямо в этот процессор, то есть последнее поколение шахлеарного процессора поддерживает стандартный блютус. Ну, как там, специальный профайл сделан, то есть блютус стандартный, но нужен профайл, который вот на айфоне точно есть, на андроиде, я не знаю, на андроиде. То есть это все возможно. вопрос о том, что вот к искусственному интеллекту, да, то есть если вот когда будет технология, пускай она будет с помощью телефона, но я просто положу телефон на стол, и этот телефон сам будет знать, кого я хочу услышать, да, и будет переключать на того, кого мне интересно услышать в этот момент, да, вот тогда я скажу, что да, это вот что-то то, что нам надо, то, что что-то новое. А если нужно все-таки человеческий интеллект, который должен направить этот телефон на того, с кем я хочу разговаривать, так вот это решено как бы и без интеллекта искусственного, уже просто вот этими простыми аксессуарами. Ну, то есть... там есть возможность различить все-таки сигналы, то есть как бы от отдельных людей, можно и у гугла из презентации, где они показывают, вот несколько человек разговаривают, они легко переключаются от одного к другому человеку с проблемой. Вот эта штука поддерживает Bluetooth, соответственно, все, что делается и потом может передаваться по Bluetooth, окей, это как внешний аксессуар. То есть, в принципе, по идее должно работать. Нет, ну то есть вы говорите про устройство, которое обязательно должно вешаться на говорящего. Нет. Немножко о разных вещах говорите. Если у нас такая технология может быть встроена в телефон того, кто слушает, значит, эта же технология может быть встроена в его аппарат, который на нем и так уже висит. Какая разница, в телефоне это или на голове? Ну, разница есть, но если оно встроено в телефон, то оно точно так же может с телефона передавать по Bluetooth. Ну, это лишнее устройство, это вопрос как бы технологического решения, что можно в телефон встроить, то можно встроить и аппарат. Ну, здесь есть определенные... Можно отслеживать направление твоего взгляда, например, да, и понимать, откуда направление. Нет, нет, здесь как раз ты взгляд поворачиваешь, когда ты что-то услышал, когда тебе уши сказали, поверни взгляд, а тут как раз у нас ситуация, что уши ничего не скажут. У меня вопрос был немножко из другой области, совершенно перпендикулярный, не технологичный. А есть ли технологии просто пересадки донорского уха, ну, системы слуха, есть ли что-то с этим связанное или нет? Есть технологии выращивания волосковых клеток. Засада в том, что они почему-то не работают. Они вырастают, а слух не появится. Ну, скажем так, Гош, во-первых, речь идет о цепочке, одноклеточной цепочке длиной в 3,5 тысячи клеток. Нет, я имею в виду все вместе, взять всю улитку и пересадить от одного человека к другому. Это ничего не меняет, потому что эту одноклеточную цепочку должен тогда, окей, тогда ты хочешь эту одноклеточную цепочку подсоединить отдельными волокнами сухового нерва? Ну, да. Это катастрофически сложная задача. Их несколько тысяч на 3,5 сантиметрах, на 3 сантиметрах. И это 3 сантиметра в улитке, а дальше оно утончается еще меньше. Вот. Эта задача практически нереальная. А главное, Гош, она лишена от практического применения, потому что риски с любой операцией, когда тебе пересаживается донорский орган, они очень велики. И мы знаем, что как бы результаты неуспешные при любой донорской пересадке имеют достаточно большой процент. Здесь же сейчас вот эта вот простая технология имеет нулевую смертность. Понимаешь? Нулевую. Совсем. Ноль. Вот. Никакого отторжения. Вот. Сейчас меньше 1% за десятилетие выход из строя внутренней части. Если эта внутренняя часть выходит из строя, она заменяется такой же простой операцией с нулевой смертностью. А речь не идет о пересадке донорских органов. Ну, я скорее всего... Гоша, Гоша. Ребята, у меня важное объявление, как у модератора. Лекция длится уже два с половиной часа, а те, кто пришли к началу, сидят три часа. Я предлагаю дать до Ольги договорить, а потом уже, наконец, кто хочет, может отваливаться, кто хочет, может еще посидеть. Вот. Но давайте доберемся до конца лекции. Давайте. кто хочет, может отваливаться. Спасибо, что пришли, спасибо, что столько выдержали. Честно говоря, я даже как-то и не ожидала, что все это... Что дискуссия какая-то будет. И даже, что дискуссия на самом деле... То есть я понимаю, что здесь вот много присутствующих, которых я, скажем так, с детства знаю, да, что дискуссия будет с ними. А оказалось, что дискуссия как раз с теми, кто пришел, вот, не зная нас лично. И это очень приятно, это очень радует. Спасибо вам большое. Ну, буквально, собственно, это последний слайд, вот то, что сейчас на экране. Привет, последний, нет? По-моему, это последний. Мы, по-моему, уже упусты тратили как-то кусок. А может, последний? Да, это последний. Уже не помню. Он, в общем, этот слайд, последний, он про, собственно, что нас вообще сподвигло на то, чтобы прочитать такую лекцию, рассказать о коклеарной имплантации, дискуссия, когда Саулия Туганбаева читала лекцию про лингвистику жестовых языков, там в конце появилась, сложилась такая дискуссия про вообще, про жизнь глухого комьюнити, про вот жизнь глухих людей, в принципе. И, соответственно, у меня тут несколько еще таких вот мифов, как-то пересекающихся с глухими людьми, именно глухим комьюнити, и коклеарными имплантами, и вот на эту тему. Значит, сначала такой, прямо базовая такая вещь, специфика русского языка, что удивительно. Мы по-русски очень часто взаимозаменяем слова глухие и глухонемые, и это просто категорически неправильно. Так вот у нас, то есть других в английском языке этого нет, там, да, и т.д. А по-русски мы почему-то как-то заменяем, так вот исторически у нас сложилось. И, соответственно, что вот глухие и глухонемые, мы считаем, что это одно и то же, а многие из нас считают, что это одно и то же. А это просто совершенно не так. Ну, во-первых, большая часть глухих людей в той или иной степени владеет голосовой речью. Они, может быть, этого не показывают, но на самом деле владеют. Во-вторых, жестовые языки — это абсолютно признанная лингвистическая система, это языки. И говорить про глухого человека, который разговаривает на жестовом языке, что он немой, это, ну, это не просто не политкорректно, это, ну, неправильно. Поэтому, ну, по-настоящему немые люди, они, конечно, есть, но, как правило, они немые не из-за глухоты. Вот это такой, как бы, точки на дыр оставить. Да? Значит, то, что я уже упомянула, значит, есть мнение, что глухие голосом не разговаривают. Они разговаривают руками, они голосом не разговаривают. Как правило, глухие умеют разговаривать голосом. Очень многие умеют разговаривать голосом. То есть люди, которые потеряли слух после овладения речью, послингуальные глухие, они сохраняют эту способность разговаривать, сохраняют голосовую речь, даже если предпочитают ее не использовать, потому что, ну, это их личный выбор, потому что им это комфортно, потому что им жестовый язык больше нравится. Здесь это личный выбор. Прелингвальные глухие многие голосовой речи обучены. То есть многие прошли через вот эту школу орализма, их пытались научить. Это была большая работа, часто достаточно бессмысленная, иногда осмысленная. Тем не менее, значит, это люди, которые на самом деле как-то говорить они могут. Они могут слух читать, во всяком случае. Многие из них. Но при этом здесь как бы наш опыт и опыт всех прошедших через кохлеарную имплантацию именно с детьми, обучение речи с кохлеарным имплантом идет гораздо легче и гораздо естественнее. Просто ну вот здесь вот мне просто есть чем сравнивать. Это вот такое дело всей жизни. Старшая дочь Наташа, ей сейчас 25 лет, когда ей поставили диагноз, мы рассматривали в тот момент уже кохлеарную имплантацию. Мы тогда жили в Германии, смотрели. Не понравилось нам, как это все выглядит, испугались, были хорошие результаты уже со слуховыми аппаратами, решили продолжать со слуховыми аппаратами. И просто, ну, мы знаем, сколько сил мы вложили в то, чтобы она говорила. Мы там переехали к нужному саду, мы там ходили в детский сад, который занимается вот по разговорной методике. Кучу каких-то домашних заданий с ней непрерывно делали. И там читать она умела раньше, чем говорить. У нее разовая речь появилась только лет 6. Потом она пошла в массовую школу, это там, сколько у меня там седых волос появилось, просто чтобы найти ту массовую школу, которая бы ее взяла. Ну, и так далее. Это все, вот это было сложно. С младшим ребенком, которому в два года сделали кохлеарную имплантацию, тоже, конечно, мы работали, тоже мы его реабилитировали, мы с ним играли, мы с ним занимались, его учили читать. Но все это было настолько легче и настолько естественнее, настолько вот легче он говорит сейчас на двух языках совершенно, в общем, спокойно. Но разница, конечно, фантастическая. Вот. И, соответственно, ну, здесь надо понимать, что те, кто вообще идут на процедуру кохлеарной имплантации, это значит, что они поставили себе те родители, которые, родители глухих детей, которые делают детям эту кохлеарную имплантацию, это значит, что они сделали этот выбор, что они хотят, чтобы ребенок разговаривал. То есть те, кто выбирают глухую среду, глухое комьюнити, жестовый язык, ну, те просто не делают эту операцию, это как бы тоже личный выбор. Соответственно, когда мы говорим про глухих кохлеарным имплантом, но, как правило, они сделали этот кохлеарный имплант ради того, чтобы слышать и говорить. Как правило. Не всегда. Ну, и вот последнее, это тоже такой очень дискуссионный момент. Мы тут сможем очень четко, как бы, имеем позицию свою, но знаем, что эта позиция, она противоречит как раз позиции глухого комьюнити. про родной язык глухих. То есть, есть вот такое мнение, что родной язык глухого человека это жестовый язык. Просто по факту. Если человек родился глухим, значит, его родной язык жестовый. Ну, вот здесь давайте, значит, разбираться. Как бы все-таки родной язык, ну, там, по какому-то, не знаю, определению, это первый язык, который ребенок освоит. Да? И, соответственно, родным языком ребенка, причем, ну, глухого ребенка или слышащего ребенка, глухих родителей, общающихся на жестовом языке, скорее всего, действительно станет жестовым языком. Но при этом, какой язык станет родным для глухого ребенка слышащих родителей, ну, это зависит от родителей, в общем-то. То есть, это выбор родителей. Можно обучить глухого ребенка разговорному языку, то есть, языку голоса, голосовому, да, и не обучать жестовому языку. Можно сделать вот слухопротезирование, можно сделать херную имблантацию, а можно научить его жестовому языку, можно отдать его в школу-интернат, где его научат жестовому языку и не разговаривать с ним вообще, или там самим выучить жестовый язык. И тогда окажется, что его родной язык жестовый. То есть просто категорически вот неправильно делать вот эту связь, что если родился глухой, значит его родным языком жестовый, станет жестовый, будет и должен быть жестовый. Ну это примерно как делать вывод о том, какой должен быть ребенка язык на основании его этнической принадлежности. Там типа родным языком у него ребенка должен там еврей или русский просто потому, что там происхождение другой, да. Вот, но это при этом достаточно, это достаточно жесткий момент, потому что те, кто слышал лекцию в Солли, она это сказала просто прямым текстом, и она озвучила прямым текстом жесткую позицию Dev Community. Dev Community действительно полагает, что именно Dev Culture, Dev Community, что это жесткое утверждение. То есть, если ребенок родился глухим, он должен изучать жестовый язык. И это существенная проблема в обществе сейчас, потому как жестовые языки были созданы там и развились больше 100 лет тому назад и являлись огромнейшим прорывом в развитии как бы людей с глухотой. То есть, это позволило создать некое образование на жестовом языке и вообще образование глухих. И они перестали быть глухонемыми, стали собственно просто глухими с точки зрения общества. Но вот сейчас с появлением технологии вроде как реальной имплантации соответственно возникла ситуация, что Dev Community делает этот тезис насчет того, что жестовый язык это единственный язык, родной язык для глухого человека на самом деле тянет прогресс назад и уводит людей как бы в вполне конкретное направление. То есть, именно вот Dev Community, Dev Culture со всеми ограничениями на самом деле этой комьюнити. Может быть, на самом деле имелось в виду, что такая вещь, что если глухие окажутся в замкнутых в своем сообществе как бы с детства, то естественный язык, который они выработают, будет язык жестов. Но в этом смысле это их как бы родной... Нет, Гош, к сожалению, не в этом смысле. Потому что речь идет не о том, чтобы дети глухих родителей изучали жестовый язык. Речь идет о том, чтобы наши дети изучали с рождения жестовый язык. И в Калифорнии, я вот не знаю, это калифорнийская или федеральная инициатива была делать, соответственно... Это калифорнийская была кольф. Калифорнийская, да? То есть, фактически создавать условия, которые будут заставлять родителей обучать детей в школах с жестовым языком и АСЛ-ю, независимо от их мнения. Эта инициатива, к счастью, не прошла. И вот школа, в которой учился Костюха до перехода в массовую, она активно выступала против этой идеи. То есть сейчас это привело к тому, что когда ты приходишь как бы в любое образовательное учреждение регистрировать своего ребенка и говорить «у меня глухой ребенок», ты получишь набор материалов, в которых будет написано, что поскольку твой ребенок глухой, ты должен отправить этого ребенка в школу во Фримонте, школу для глухих. Там не будет написано о том, что у тебя есть опция этого не делать. Она у тебя есть. К счастью, не удалось законодательно сделать так, что этой опции нет. Но речь идет именно о том, что дев-комьюнити по определенным причинам, в основном культурно-экономическим, выступает серьезно против уменьшения количества глухих. Потому что кохлеарная имплантация реально способна уменьшить комьюнити, именно вот дев-калча, уменьшить в 2-3 раза. То есть она не уменьшит их совсем, потому как эта технология не позволяет сделать любого человека слышащим. Но тем не менее это будет, это уже есть существенные изменения. И сейчас действительно как бы как минимум половина детей, рожденных глухими, судя по всему, не становится частью дев-комьюнити. То есть это добровольная сегрегация такая, причем не только себя, а еще и, так сказать, остальных, оказавшихся в такой же ситуации. Да. Ты понимаешь, добровольная – it's okay. Здесь вопрос в том, что в дев-комьюнити есть достаточно серьезное внутреннее политико-мувмент, которое, соответственно, пытается уберечь комьюнити как есть. То есть я это сравниваю примерно с ситуацией, что вот давай мы с тобой создадим некоторое политическое движение, которое будет как бы за отказ использование автомобильным транспортом. Да. Вот. Потому как у него есть определенные, как бы, культурные, экономические или, там, медицинские противоречия с нашими убеждениями. Здесь отчасти дев-комьюнити действует примерно так же. Вот. Ну хорошо, что это не потому. А это не потому, что их финансируют как-то еще? Это потому, что их финансируют. Это мое, так сказать, твердое убеждение. Потому что, ну, понимаешь, вот, возвращаясь к тому, что говорила Сауле, она говорила фактически позицию тех людей, с которыми она работает в университете Чикаго. Это люди, которые срабатывают, вся, как бы, деятельность которых связана с тем, чтобы существовал жестовый язык, чтобы он становился все более и более массовым. В этом есть заинтересованность. Понятно, что если у тебя, как бы, ну, вот, мы приехали, допустим, в Америку, русского языка в Америке, считай, что нет. При том, что носителей русского языка достаточно много. Вот. Соответственно, наверное, нам было бы комфортнее, если бы русский язык поддерживался бы, там, на любом уровне здесь, в стране, и так далее. Этого не происходит. Но если бы доля, вот, с испанским языком ситуация другая. Настолько большая доля населения, которая говорит на испанском, его поддерживает, и, соответственно, есть какая-то обратная, обратный, как бы, есть некоторый результат, что испанский язык имеет гораздо более серьезную поддержку. Здесь с deaf community, ну, схожая ситуация. Если у них их станет в разы меньше, их и будут финансировать в разы меньше. И это некоторая проблема, потому что люди, которые делают эхолиарную имплантацию, люди, которые перестают быть частью deaf community, они, тем не менее, как Ольга правильно сказала, они остаются глухими. И часть финансирования все-таки необходима все равно для того, чтобы их интегрировать в общество и для того, чтобы они были полезными для общества в том числе. Вот. Но есть у меня серьезные, как бы, вот я в последнее время периодически, раз в два-три года я влезаю в информационные ресурсы, которые ориентируются на deaf community. Они в состоянии войны. То есть они, вот именно сейчас в состоянии войны. То есть это до... Я подозреваю, что это напрямую связано с успехами эхолиарной имплантации. Потому что было время, когда они не были в состоянии войны, когда они все-таки боролись. На самом деле, даже 20 лет назад, когда начинали учить Наташу, то есть мы тогда выбрали методику обучения, такую ориентированную именно на разговорный язык. Это все было в Москве. Это была методика имели Ивана Лянга. Это тоже, да. И тогда еще для меня было просто шоком, когда оказалось, что есть несколько методик обучения именно глухих, и они воюют между собой. Потому что одна, значит, ставит своей целью все-таки научить разговаривать, а другая ставит своей целью на самом деле тоже научить разговаривать, но каким-то другим способом. А третья не ставит своей целью научить разговаривать, а ставит своей целью научить, ну, тоже разговаривать, но уже на жестовом языке, и вроде бы, так или иначе, цель-то у всех одна, да, научить, помочь, реабилитировать разными способами, но реально идет война между вот этими методиками, она и тогда была, и при том, что на самом деле в России ситуация сильно отличается в том плане, что нету вообще как бы самосознания у minorities, и нету потому что, ну, нету этих minorities в таком вот оформленном виде, как то, с чем мы сейчас сразу сталкиваемся в Америке. И глухой комьюнити, оно, конечно, есть, но оно гораздо такое более, оно не борется за свои права, оно не говорит, что мы minority и нас надо охранять. Оно скорее говорит, что мы инвалиды, нам надо помогать. И это немножко другая ситуация. В тексте, до сегодняшнего, что записывать большие... Нет, подожди, на самом деле, может быть, мы видео покажем такое просто, чтобы развлечь немножко людей, покажем тут нашего ребенка, как он говорит, как он это... Да, давай. И на этом месте официальная часть 2 часа 50 минут. Да уже, да, что-то мы прям затянули. Покажи, да, как он на университете катается, ну, или как он разговаривает, что-нибудь. Так, сейчас, вот не сработает. Наверное, надо просто катанфейт. Так, видно хоть что-нибудь. Белый экран. Я понимаю, да. Ну, ты можешь пока говорить, сейчас мне потребуется пару... А я, вроде, все сказала. Может, а что там дети делают? Ой, слушай, ну, скажи мне два слова. Мне вот интересно, правда, и... Да, давай я тебе пока расскажу два слова про Натальку. Мне, в частности, интересно, потому что у меня вот буквально в этом году у меня появилась такая ученица. Мне сейчас просто даже как училке это интересно. Просто как училке. Слушай, я буквально вот даже готовясь к этой лекции, я там нашла очень такие хорошие материалы. Вот у Коли там на этой презентации, там есть прямо ссылка. Давай я вот ее найду, тебе ее куда-нибудь пришлю потом. Просто по именно рекомендациям, рекомендации для учителей, есть ли у них в классе вот ребенок с кахлеарным апплантом. Ты знаешь, я, честно говоря, не уверена. Я подозреваю, что это ровно то, что у нее есть, но это уже довольно взрослая девочка. Но мне вообще интересно, как... Ну, мне вообще как-то, поскольку лично вот я выросла, и мне кажется, большинство из нас, ну, вот в отличие от вас, большинство из нас выросло среди людей в целом здоровых во всех отношениях, и поэтому мы не умеем иметь дело с инвалидами. Как-то, наверное... Ну, это хорошо, инвалиды я имею в виду, ну, с людьми, которые чем-то от нас отличаются. Да, да, да. И до сих пор, и поэтому мне это, в принципе, интересно, и с чисто человеческой точки зрения, как люди воспринимают наши неумения, как мы можем это компенсировать, ну, и уже чисто с профессиональными. Так, Костю, показывать или Костю не надо? Спасибо. Показывай, давай, показывай Костю, а потом я расскажу Маше еще немножко. Потом, пока ты будешь следующее искать. А только что-то очень медленно как-то видно. А звука нет, Коля, звук из Ютуба не идет. А Ютуб тормозит всегда, его нельзя показывать по скайпу. А, это надо переключиться, надо в зуме переключиться, чтобы был оригинальный sound from the device или что-то такое, from the video. Окей. А тогда мы не сможем что-то показать. Тут речь идет о том, что он говорит. А если я это сделаю, найду, окей, ладно, тогда линк нужно будет поставить. Ну, пришли нам, все. Ну, ладно, тогда, тогда мы живьем его показать, может, он тогда что-нибудь скажет. Костя? Да? Иди сюда. Только тогда, Коль, тебе придется наушники вынуть, а то он ничего не услышит. Подключи этого красного. Или ко мне его пришли. Привет. Привет. Скажи что-нибудь. Нет, это он мне не надо. Или красного подключи, или ко мне его пришли. Привет. Ну, ты в кадр. А, ты в кадр. Слушай, это только Наташка, только мальчик. Я Костя. Его слышно? Да, это так и есть. Это Наташка, только мальчик. Он очень похож. Так. Ну, ладно, ничего, ты Костя. Ничего. Расскажи, что ты будешь делать завтра. Завтра я буду кататься на уничтожек лист. Костюмы динозавра. Да. Ну и праздновать Хэллоуин. Чего праздновать? Хэллоуин. Хэллоуин он будет праздновать. Ну, мы вас не слышим при этом, потому что вот наушники тоже. Так я говорю, ты вытащи их из компьютера и подключи красного. Ну или ко мне его пришли, чтобы он с у меня тут был. Костя, отправь его ко мне. У Коли динамик не работает. Но вы его не очень интересуете. У него там в айпэде что-то происходит. Ну, похож он на глухого ребенка. Ну вот, а он глухой ребенок. Ну вот, Маш, значит, про Наташку. А тогда, не знаю, уже к запись нам еще нужна или уже не нужна? Ну, давай. Ну, давай. Продолжение следует...